и мы в эфире приходится записывать завтра каст несмотря на то что все мы в страты понедельник вечером я могу сказать что вы поняли что ты работал сложный день первый день после майских праздников а то самое волшебное время давайте пускай когда шашлыки уже закончились а угар еще нет так происходит ну с мужчинами такое бывает это лечится но добрый вечер ребята да привет сейчас мы немного расходимся раскачаемся динамичная программа нашего цирка так я вроде все везде закинул так что мы можем в принципе лучше сыграли на цепи смысле баян ты чё а это макс написал понятно ладно я удалю свое уж этот завтра чат уж это комьюнити комьюнити это хорошо потому что при наличии комьюнити вы можете быть уверены что эти люди вас поддержат сложно минут например вы возьмете и скажете в чате пацаны бухать нечего а хуюнити пишет вот такого барсик славец мы кстати через неделю трезво стрисать тимур сын трезвый я пью вот такое говно поэтому я буду в говно потому что я решил попробовать зеленого козла и написано что он он называется богатый хмель но на самом деле мне он не нравится поэтому я вряд ли буду сейчас покупать и вам не советую серьезно я бы и не стал бы никогда ну может сто пятьсот раз обсуждали ваша вот приверженность дорогим марком вина и дорогим марком пиво и всего прочего это ты мне говоришь человек который который в кб пошел и купил сколько сколько 3 30 бутылок лёфи потому что они стали 78 рублей сейчас подожди лёфи это дорогое пиво а в моем 8 рублей сейчас объясню почему дорогой потому что вот этот козел стоит знаешь сколько 54 рубля на 20 рублей дешевле сюда и ты можешь купить знаешь насколько больше 20 рублей можно найти осиный берег бутылку и это между прочим пиво среднего ценового сегмента так называемого потому что можно же купить и жигулевская по 17 рублей бутылка понимаешь и как бы если 20 рублей 20 рублей сарган сом 300 рублей сал как вы заебали своими подкастами вот вам где заебаешь человека подкастами он нам денег заносит это так и работает я считаю что больше подкастов богу подкастов вот так больше подкастов богу подкастов я могу сказать что мы пропустили неделю на самом деле я могу сказать что подкастов появилось очень много причем полос куча хороших подкастов и и плохих подкастов научим найти как в свое время было с ютубом когда все внезапно поняли что можно сделать свой канал на ютубе многие сначала боялись его сделать потому что хочу и буду типа сидеть перед вебкой кут что ли рассказывать чуть дурак что ли а потом внезапно когда ты берешь делаешь садишься перед вебкой начинаешь рассказывать это вдруг перестала быть хуйней и всякие всякие стало нормальным начали набирать парс эти лайв блоги а потом кстати вот сейчас например я недавно читал историю на ютубе рассказывали что вот эти значит блоги когда типа чувак сегодня я пойду магазин и вот я значит с камерой буду снимать все как я вот иду и с подписчиками там общаюсь все эти влоги они потеряли свою часть популярности то есть это они были популярны какое-то время потом поток пошел на спад то сейчас уже никто не делает это на самом деле не совсем так потому что люди в первую очередь смотрят не на то как ты проводишь как-то свое там время давай что-то делаешь они смотрят на в общем-то твое какое-то мнение или твое какое-то умение да то есть народ показывать типа как-то умеешь ты ведь на гитаре и танцевать мейкап где это это ты говоришь даже скорее не про влог это скорее говоришь про как это назвать не не даже не девая как назвать ну типа не стандартный контент для какого-то канала да а я говорю скорее про те влоги которые велись каждый день то есть вот может наш такого то ли роган пол то ли какой-то короче какой-то пол и забыл кого зовут на ю тубе он есть у него влоги были каждый ебаный день каждый день и в люди смотрели там по два по три миллиона просмотров его влогов а там ролики знаешь давно минут там не знаю там по 15 то есть максимум то есть он идет а логан пол нет не логан пол логан пол это плохая история это вон и не бронута человек потому что сейчас влоги в основном сделают как статус апдейты это правда на самом деле ну ты просто берешь у тебя основной на контент не влог а влог проставляется как дополнительный контент кейси не стаж пишет да вот но как раз я был как раз по-моему думал как раз про кейси не стадо тот чувак который с выбитыми зубами это по-моему это он не не стадо у которого нос как будто он сын пяти евреев одновременно ну ладно я короче путаю вас кем-то явно но я не помню как зовут я просто к тому что раньше они пилили эти влоги каждый ебаный день то есть каждый день ты пилишь влог ну теперь все это дело сейчас перестали да да потому что ушла эпоха все до свидания ну короче или пацаны в общем то если кто-то с нами только присоединился то вы должны наверняка знать что мы записываем 143 выпуск завтра каста и с вами бессменные три ведущих с вами разговаривать прямо сейчас тимур из москвы маркетолог и безработный так с вами дмитрий замбак 1 подножим за деревне и можно так что ты ты настоящий свободной поиски я считаю что это значит как это как у стругацкий клуб собраться смирись уже что ты как бильбери маффин короче вот как андрей барышников что ты профессиональный подкастер звучит отвратительно как почему я не хочу профессионально пока это можно будет непрофессионально подкастером я буду они профессиональный подкастер это еще круче ну хочешь ты будешь главным редактором завтра каста завтра каст медиа завтра каст медиа который не существует да да это холдинг завтра каст медиа попрошу на секундочку три пара выпускаем между порой чем мы создаемся подкаст провайдера и третий человек который вы слышите если вы вдруг не знаете с вами сейчас максим зарецкие сказания дима так что затронул историю по поводу трех подкастов это действительно так действительно завтра каст который является сам по себе изначально подкастом про игры медиа и технологии если вы только первый раз к нам подсоединились а таких людей много в общем-то и у нас еще есть подкаст завтра тюнс про музыку с электронной музыкой особенно то которую вы сейчас слышите на фоне вот она там тоже бывает и подкаст storycast нарративный со всякими интересными историями ближайшее время выйдет еще один выпуск тоже довольно интересно кстати хорошая интересная новость забавная я думал даже прийти к маме похвастаться storycast взяли в ротацию на радио маяк для нас это значит примерно ничего причем радио маяк это значит потому что появился контент целых два выпуска скоро треть появится и мы на самом деле конечно нам нам-то посрать но они сказали что там будет нормально представлять нас что типа там от команды завтра каста все короче будет выходить то вот вот storycast вот они сейчас забрали как раз наши эти выпуски и ближайшее время по 18 часов по выходным дням там будет типа у них типа так скажем посвященным новым медиа передачи которые они будут включать различные выпуски подкастов интересно так по их мнению естественно короче ну и там один из них это вот собственно storycast мы еще не знаем кого там еще взяли я думаю что тоже скорее всего какие-то такие вот вот такие дела кстати это не самая плохая история потому что ну для нас как для подкастеров в принципе радио ничего не значит то есть нам от этого не тепло не холодно но это не значит радио я бы сказал что это некий статус вот как бы нас заметили убегать ладно мы живем в мире пацаны и девчонки в котором раскрыто происхождение героя джона уика если вы никто не знали то джон уик во-первых беларусь василиза спойлеров блюдо сирота во-вторых беларусь он прошел через практику балета да и в общем то если вы не знали то именно поэтому его называют у яга да на курьих ножках баба йог да 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 короче если вы вдруг думаете что это какие-то адские спойлеры дело в том что вообще-то эта история которая еще до релиза фильма выпустили официально раздали журналистам те написали ну по пресс-релизу самое смешное что в фильме судя по всему этой истории нет ну короче эту тему ее берут и я даже толком там как-то это насколько мы поняли не рассказывают потому что ее до релиза фильма специально как бы пустили в народ так скажем чтобы подогреть интерес вот ну в общем когда я писал как у американцев подогреть ладно пацаны мы в общем то уже начали запись нашу 143 завтра каста которые мы делаем про медиа технологии и игры первое правило видеоигр как вы помните ненавидеть видеоигры и мы их тоже ненавидим и чтобы понимали кто их больше всего ненавидит ребят это госорганов китае о них они их просто обожают если вы помните мы какое-то время назад рассказывали вам про историю о том что в китае буксовал почти год новый надзорный орган который должен давать лицензии на игры и кроме того что есть такой орган есть еще второго органа который следит за монетизацией в играх то есть насколько она является этичный так вот проблема в том что знаете есть такая игра по bg mobile которую в азии играет просто космическое количество людей настолько огромное что в некоторых странах а в азии включено при индию и отдельные штаты индии эту группу запрещают а это то есть то игра в которой недавно поменяли вот подожди но мы аккуратно к этому идем а ты такой типа наш тимур такой так идем а б ц дадим и такой а правда что к ю ты такой то полять между между прочим вспомнил что в стартреке в старом стартреке тренды днят генерейшен один из главных врагов капитана пикарда был к ю и вот так звали ах ю это ты сегодня короче если я каю сегодня то можно я буду делать так цитировать шекспира но курк отсылку пойду три с половиной человека да но но в общем то я его жил почему я все это веду о том что по bg mobile очень популярная игра настолько популярна в азии что ее собственно даже запрещают в китае в google mobile не выдали лицензию на монетизацию то есть чтобы вы понимали это бесплатная игра которую как бы рассчитывал ну окупаться за счет того что вы нужно монетизировать с помощью там лутбоксов и и косметики и ей не выдали лицензию на лутбокс и косметики и то есть игра выходит бесплатно поддерживается в ней играть несколько сотен миллионов человек на секундочку что по меркам китая это в принципе такая мелкая небольшая но это много как бы но типа но это не все население историки для китая небольшая китайской всего решила скачать игру по факту но в общем то и вот вы представляете бесплатно играет там пара сотен миллионов человек в игру и никто ничего никто не за нее не платит и тенсен который отвечает за выпуск игры в китае пошли на неожиданный шаг они взяли и всем владельцам игры по бога мобайл накатили апдейт который поменял и группа мобайл на другую игру на кричем дальше дальше там вообще феерия игра это полностью копия пабджи то есть того самого пабджи который нам и движок управление интерфейс интерфейс даже логотип такой же то есть он в таком же стиле нарисован игра теперь называется game for peace игра ради мира но самое классное это то как они дальше сделали рискин то есть и как-то во первых везде говорится это все военные учения это вовсе не королевская битва где люди мочат друг друга это все учение а дальше когда ты убиваешь получение китайской армии я надеюсь да да естественно прошу родительская армия ты убиваешь врага и враг делает следующее тут если у вас нет вот камера я буду озвучивать то есть он знаете он так смотрит когда ты его убиваешь он он не умирает он смотрит в камеру ставьте стоит на коленем машет рукой и дарит тебе лук улут бокс исчезает ты заслужил возьми не просто читает он просто это выглядит мило про можно это вернуть а в обычный пабджи я думаю что камень уже все говорят же не было бы таким такой такой токсичным разве как они сейчас есть а просто либо нормальными здоровыми китайскими ручкой вместо молта ты можешь петь гимн кмкн ровский кпсс в общем то я бы на самом деле как раз таки предложил будет в каком-нибудь у нас детские игры типа overwatch на то что ты кому тебя еще он там не отпрыгивает так а знаешь такое типа встает как трейсер молодец ты заслужил и такая какой-нибудь там макри короче застричь он такой говорит ты молодец такой на шляпу поправляет и типа из тайну ты заслужил раздевается предлагать я считаю что это довольно крутая история но уж как есть но сами понимаете естественно этой игре который пропагандируется так скажем ценности культурные китайской армии ценности партии и тут же выдали лицензию на монетизацию так и поэтому вот ей как раз продавать лутбокс и прочим можно совершенно спокойно понимаете я считаю что вот это отлично сказать не вижу больших проблем что пабджи что не до пабджи какая разница что там происходит народ наполовину как бы кто-то бомбит о том что типа я вот хотел играть по бг это какая-то детская санина половина говорит блин прикольно надо в другие игры тоже кстати зря смеетесь мы давно завтра касте рассказывали про эту историю очень давно это был уже год назад блин мы этим уже несколько лет занимаемся и помните когда в rainbow six хотели ввести цензуру на картах убрать стриптизер да значит там убрать игровые автоматы и все это сделать для релиза в китае но распространены глобальные серваки как у людей бомбило от знаешь почему люди бомбило потому что они это озвучили да 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 в рот воды набрали просто молчали бы никто бы даже не заметил вот серьезно ну пропала там текстура дает у юбисофт опять 4 ключи там но поправим в следующем патче не поправили никогда просто люди не понимают мы часто говорим про славянский дэмэдж контрол который как бы вместо того чтобы решить проблему ты усугубляешь да вот но иногда славянский дэмэдж контрол это реально хорошая штука она реально помогает то есть как бы это сделали в россии как в том же mail.ru если бы там внезапно бы делали какой-нибудь там rainbow six siege или там не знаю там отряд спецотряд витязь спецотряд витязь 3 проект калибр там кстати как раз продюсер ну про то что журналисты свиньи жрут кражи кражи не меняли если помните славянский дэмэдж контрол и калибр я как и к тому что если бы люди реально делали так как у нас это делается они просто молчали бы просто ничего не говорили то есть как бы просто постфактум все происходит такие очи очи произошло от у тебя тачачачача ничего не произошло ничего 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 не знаю абсолютно ничего не случилось просто игнорируешься эти истории и пусть они даже забывают об этом то есть вот пожалуйста идеального По поводу цифровой памяти, в этом плане довольно классная история, я сегодня читал в канале, по поводу, если видели, сейчас всплыла опять история по поводу фильтров в снапчате, о том, что появился фильтр бэви фейса и фильтр женского лица, и типа все ревнули сделать фильтр, короче, там, всяким звездам, селебрити и прочим-прочим чувакам. У нас история в твиттере, что девочка написала, типа, а что это все стали вдруг внезапно поговорить про снапчат, типа, с какого черта, типа, что-то там произошло, что его, типа, все установили, то есть как-то внезапно вокруг все поставили снапчат. Ну, вот, да, как бы вопросом, что, типа, ну, у него уже очень сильно падает там юзер-база, и все довольно-таки плохо, особенно в странных, типа, там, России, ну, не, в России, кстати, вырос за счет мелких, потому что мелкие начали ставить снапчат. Но прикол в другом, прикол в том, что эти же самые фильтры женского лица и ребенка, там, использовались во всяких фейс-свопах и в фейс-ап, помнишь, был такой фейс-ап, который позволил улыбку сделать кому угодно? Ну, он был привыкли, на самом деле. И кроме улыбки делали еще женский вариант, там, и делали из кого угодно, там, женщины, типа, там, из Бласковицы, там, вообще всех, это было 2-3 года назад. Я помню улыбающийся Бэтмен, я его это... Это тяжело забыть. Все про это забыли. Жело забыть улыбающийся бы. И об этом, главное, все забывают, и такие, знаешь, типа, о, да, можно сделать из кого-то, типа, женщину, никогда такого не было, как будто память 2-3 лет давности просто, она испарилась, понимаешь, и ты, вот, то же самое про цифровую память здесь, как бы, знаешь, вот, damage control, он так же работает, абсолютно. Есть люди, которые в свое время делали, там, политики, звезды, там, всякие селебрити, делали нерукопожатными, знаешь, как говорится? Прошло 2-3 года, и все, все забывают вообще, чего, куда. А это, кстати, история очень хорошая, опять же, о том, о чем говорит Тимур, она на неделе. Ну, у нас ее нет в шел нотах, но я расскажу. Есть такой ютубер, про Джаред, и он состоит в группе ютуберов Normal Boots. Это... Это не тот человек, который про Нинтендо топит постоянно. Ну, и он тоже, и они, короче, 2 года назад адски посрали с Джон Троуном, ну, потому что Джон Троун, там, пиздалол лишнего в Твиттере, но сейчас ситуация примерно так обстоит. Джон Троун, у него охренительные просмотры, он за год выпустил 7 видосов, что просто нереально, для Джона Троуна абсолютно топово. Вот, он сейчас на коне, он вообще принципиально ничего не говорит в интернет про политику, то есть, видимо, научился. Тогда как Normal Boots просто горит в огне и пылает, потому что про Джаред Майу того, что изменил там с другой девушкой, будучи женатым человеком, так он еще фотки своего члена отправлял несовершеннолетним фанаткам. И я серьезно сейчас говорю это? Вы знаете, наверное, мне кажется, что... Такое повышение в интернетах, это прям вообще красота. Мне иногда кажется, что все люди, которые больше всего бомбят по поводу какой-нибудь медиаперсонали, они вот те люди, которые больше всего возмущаются, типа, да как он мог сказать такое? Да, а самое интересное, что поражаются как раз выживающие Джон Троуну, да, сильнее всего в этой истории, когда было. То есть, вот так. Слушайте, ну, я хотел, на самом деле, вот к чему вам прийти, что, во-первых, прочитать донаты, вот. Нам тут занес Алекс Бридж, 111 рублей, с окончания майских праздников, спасибо тебе, чувак. И Беньямин, 5 евро нам занес. Здорово, парни. Прочитал по совету пацанов из чатика «Темные начала», теперь грустненько. Чувак, и особенно если ты прочитал до третьей книжки, то я думаю, тебе точно должно быть грустненько. И вообще, мы вам аккуратненько, тонко напоминаем, один раз, мы даже об этом как-то говорили, что, если вы знакомы по «Темным началам» только по фильму, который называется «Золотый компас», и вообще больше никак не походили с «Темными началами», то просто, вот, тем, как так сказать, короче, книга, это противоположность абсолютно тому, что снято в фильме. Да, как бы, раз уж так и получилось. Но и я хотел вам очень советовать прочитать книжки, несмотря на то, что они могут показаться вам случайно детскими, это не так, они совсем не детские. И там огромное количество отсылок философских, религиозных и так далее, и они очень крутые. Я, кстати, сейчас буду читать, я сейчас дочитаю весь Гиперион до конца уже, и вот у меня как раз будет четвертая книжка из серии «Темных начал», которая только-только вышла, вот я тоже буду ее читать. Вот, короче, мы, так как говорили про лутбоксы и загорели про деньги, мы, на самом деле, хотели перейти аккуратненько к следующей теме, которая, как раз-таки, говорит о том же самом, но с другой стороны. Как вы понимаете, вся эта этическая комиссия в Китае призвана, ну, как бы, подобрать игры и выдать им лицензию на монетизацию только тогда, когда она, эта игра, ну, удовлетворяет некоторым, там, принципам, да, морально-этическим и не является, как это говорит, там, предейтери, как это хищническое. Да, 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 короче. Так вот, в США решили пойти по другому пути. Один из сенаторов США по имени Джош Хоули, он представил закон против лутбоксов и микротранзакций, которые влияют напрямую на геймплей в играх, если в эти игры играет несовершеннолетний. То есть, чтобы эти микротранзакции были только в играх, которые 18+. Вот, соответственно, ну, то есть, мейчур, да, то есть, условно, там, какой-нибудь, там, ПБГ, он 18+, там, да, например, он бы мог иметь микротранзакции, да, или, там, Battlefield, например, пятый, а, например, какой-нибудь Fortnite не сможет иметь микротранзакции. Но при этом практически все журналисты, которые сейчас рассматривают этот закон, говорят о том, что он, скорее всего, не пройдет, потому что там огромное количество дырок логических. И, типа, очень сложно доказать, что из микротранзакций, там, влияет на геймплей, что не влияет на геймплей, как бы, что является просто косметикой. Ну, то есть, короче, это придется тогда каждую игру сидеть и разбирать. Потому что, например, Fortnite формально, в нем микротранзакции не влияют на геймплей. Вообще, это чистая косметика. Чистая косметика. Но при этом в него играют дети. Но, как бы, можно ли им запрещать иметь микротранзакции, если играют дети, но вроде как, типа, не влияет на геймплей. И очень, куча спорных вопросов, на самом деле. Да, тут же есть, вообще, хороший опыт двух стран, на самом деле. Очень хороший опыт двух стран. Есть опыт Бельгии, которая запретила у себя лутбоксы. Вообще, просто, как вид монетизации, как таковой. Ты можешь продавать напрямую какие-то товары, но, типа, рандомно ты не можешь вот так вот генерировать что-то. Это, как бы, радикальный вариант. И он работает, он уже имплементирован. И реально, вот у нас есть люди, знакомые, которых мы читаем из Бельгии. Они пишут, как это работает. Работает это очень хорошо. А второй момент. В Китае, мне китайская модель кажется более приземленной к рынку. Там работает это каким образом? Ты должен сначала, когда ты продаешь человеку лутбокс, ты ему должен написать шанс выпадения предмета из этого лутбокса. То есть, ты должен ему в процентаж прописать. А дальше китайское законодательство, оно заставляет разработчика повышать шанс выпадения предмета при каждом следующем лутбоксе. То есть, чтобы, ну, не было такого чистого казино, чтобы все-таки твои шансы реально росли. И регуляторы за этим следят. Твои шансы тоже с каждым разом растут. За этим следит какой-нибудь оператор, знаешь, который из-под стола так... На самом деле, там это работает немножко по-другому. Ну, насколько я знаю, в современных китайских этих реалиях, там же ты обязан писать всегда процент выпадения тебе предмета. И при этом этот процент всегда должен не просто, типа, у тебя повышается шанс, а у тебя этот процент должен быть реалистичным. То есть, если у тебя написано 16, ну, условно, там 25%, что тебе выпадет, то тебе из пяти вещей одна, ну, из пяти открытых лутбоксов, из четырех открытых лутбоксов, один обязательно должен дать тебе этот предмет, если написано 25%. То есть, если ты откроешь 8 боксов и у тебя будет выпадет один предмет, то ты считаешь, что ты наебал, короче. А сейчас дубликаты падают? Нет, это не имеет значения, не важно, типа, процент выпадения награды. Тогда вообще покер. Да, ну, как бы, суть в том, что... Ты просто делаешь внутреннюю статистику, внутреннюю, точнее, метрику, которую никто, как бы, не отслеживает, то, что у тебя выпадает действительно какой-то эпический предмет, но у тебя есть внутренний свой процент, то, что у тебя все это время выпадают лутбоксы, а шанс выпадения... Ой, дубликаты, а шанс выпадения другого такого 1% составляет. Слушайте, мне сразу куча-куча вопросов о том, как комбьюзить эту механику. Как и у любого нормального бизнес-кана, по большому счету, потому что, в общем-то, так и оно и есть. В этом плане я, кстати, хотел напомнить... Я хотел вам напомнить про такую штуку, которая называется Dark Patterns, короче, если вы вдруг про нее не в курсе или не знаете, как бы, я еще раз объясню, потому что мы как-то в подкасте рассказывали про нее. Dark Patterns — это, так скажем, определенные механики в играх или приложениях, которые или случайным образом появились там, или же были осознанно сделаны, или даже были сделаны не просто осознанно, а на базе огромного количества исследований, которые напрямую влияют на то, насколько вы вовлечены в это приложение или в эту игру. То есть, это специальные механики, которые заставляют вас больше проводить времени или делать или не делать какие-то действия там. И вот огромное количество геймдизайна как раз-таки фокусируется на этом, особенно во всяких, ну, там, F2P дрочильник, грубо говоря, это условный какой-нибудь фармвильм. Так. И там, типа, ну, простейшие самые механики. Например, там, любое ваше действие должно каким-то образом вознаграждаться. Например, вы берете там, срезаете сноп сена, получаете монетку, короче. Или, например, если вы чего-то не делаете, то у вас, например, сгорает ваш прогресс. То есть, вы должны, например, заходить в игру раз там в два дня, иначе ваше урожай протухнет. Ну, например. И это вас вынуждает, типа, заходить в игру постоянно. И вот эти вот механики, они называются dark patterns, то есть, типа, темные паттерны. И смысл в том, что философский смысл всего этого заключается в итоге в следующем, что, по сути, огромное количество людей, действительно, я, кстати, это вычисовал в одном из игроканалов. Блин, я забыл, в каком именно, как бы, но там очень хорошо высказались, поэтому помню, что... Ну, что-нибудь про геймдев, что-то было. Ну, что весь философский смысл заключается в итоге в том, что человек... Большое количество людей определенных работает, получает деньги и смыслом своего, своей жизни в течение, там, определенного времени делают то, чтобы подсадить людей на вредные привычки. Ты же знаешь, что... И чтобы выкачать из них деньги и получить, типа, как бы, эти деньги. Ты же знаешь, что такие паттерны, они есть не только в геймдеве, они есть и, допустим, в веб-программировании, в производстве веб-страничек. В свое время, давным-давно, например, считалось, что если ты сделал какой-то сайт, который достаточно популярный, и ты в нем внутри, в айфрейме, внизу, в маленьком, один на один пиксель-квадратики откручиваешь какую-нибудь ебаную рекламу, которая ни хера не видна пользователю. Ну да. Но при этом его браузер в прекрасном это видит и подгружает эту рекламу. Это считается темным паттерном, да. Нет, это не дарк паттерн, потому что дарк паттерн не... Дарк паттерн — это когда ты заставляешь что-то сделать пользователю или что-то не делать его. В данном случае это другое. В данном случае то, о чем ты говоришь, это чисто воды фрод. И этот фрод как бы совершенно спокойно снувся. Спокойно снижается, да, да, да. Раньше, конечно, нет, это было сложно делать. А дарк паттерн — это когда на веб-страничке, например, у тебя сделаны две кнопки. Например, «Отписаться от рассылки», и когда ты нажимаешь типа «Отписаться», у тебя появляются две кнопки. Одна серенькая, неприметная, какая-то такая, типа, необведенная цветом, и на ней написано типа «Да». «Отписаться, да, да, да». Ну, типа, а вторая такая, типа, зелененькая, золотая, такая жирная прям кнопища, такая красивая, переливается с анимациями, на ней написано «Нет, не отписываться». Ну, это не дарк паттерн. Знаете, что такое дарк паттерн? Это просто банальная тоже наёбка. Дарк паттерн — это когда вы заходите что-нибудь скачать на какой-нибудь файл share.com. Там «Скачать! Скачать! 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 Скачать с помощью нашего толпара! Обязательно сказать!» И твоя нужная ссылка, ты, короче, как сапер на минном поле, ищешь мелкий текстовый, такое описание, чтобы точно не наебали. Это опять же нет, ну, это отчасти от дарк паттерн, но нет. Вот тут нам пишут, например, в чате, что дарк паттерн — это когда ты листаешь страницы на X-хемстере, а когда жмешь назад, у тебя вместо предыдущей страницы открывается сначала Бонго Хемс. Так вот, короче, это тоже не дарк паттерн, пацаны. Это называется поп-андер. А, это про порнуху, я понял. Это поп-андер, короче. Поп-андер, да, короче. Это когда вы нажимаете на какую-то часть страницы, и у вас открывается ссылка, которая зашита в невидимый блок. Слушайте, ну, Макс правильно сказал, что это неким образом наёбка. Давайте называть вещи с именами. Это просто наёбка. Да, просто. То есть, как бы ты наёбываешь пользователя, пользователь наёбывает тебя тем, что скачивает твою игру с торрентом. Или ставит на свой Android-пк файл просто, блядь, не скачивая с Google Play, не покупая, точнее, игру. Это наёбка. То есть, мы все друг друга наёбываем. Это нормальное абсолютно явление, мне кажется. Кстати, вот пока мы на этой теме. Знаете, кто ещё наебал ожидания игроков на дуты на этой неделе? Ну, давай. Компания Sony, наша любимая. Тут прошёл очередной State of Play, где Sony очень долго говорили, давайте не распушать свои ожидания, у нас там будет, блядь. Вообще, ты говоришь про PlayStation Direct, да? Нет, да, про PlayStation Direct, который стоит в бой, да. PlayStation Direct звучит, знаешь, как будто совсем плохо, я не знаю. Да, примерно так и было. Если ты берёшь, делаешь Direct, это не значит, что будет плохо. Возможно, ты расскажешь про одну игру и про все 63 героя, которые в ней есть, и про каждое их движение, про каждую арену, про каждую музыку, про каждый вариант из этих героев. И это будет прекрасно воспринято, даже если ты будешь 50 минут рассказывать про каждый удар каждого героя. И все будут говорить, блядь, охуеть, сука, лучшая игра на свете. Я понимаю, что вы не очень любите... Всего лишь порт из прошлого, всего лишь порт по такой же игре и добавлению других героев. Я понимаю, что вы не очень любите Nintendo, но давайте честно говорить. PlayStation Direct, который называется State of Play, в этот раз тоже не очень удался. Ну, как не очень. Ну, подожди-ка, они сразу же пришли, да, и сказали, что пацаны... Медивил. Пацаны, будет Медивил, еще одна игра. Типа, интродюс. Да, и еще покажем одну новую игру, типа, охладите траханье, пожалуйста. Какую-то игру? Все-таки... Ну, точно Death Stranding покажет! Да, да, прямо еще Коджима, сволочь, такая, начал кидать в Твиттер нарезки того, что он монтирует новый трейлер. Все сразу завелись на хайп, а на самом деле что показали? Показали, понятно, Медивил, и несмотря на то, что игра действительно устарела, и я ее куплю, она мне нравится. Показали... Ну, а стоит сколько там, 30 долларов? 40 баксов, да. Показали аддон к Монхану, на котором Capcom опять заработает кучу денег. Показали игру по Хищнику против Чужого. Нет, не против Чужого, просто Хищнику. Да, и причем самое прикольное, это типа Эволва играет с синхронным мультиплеером, и делает ее авторы Пятницы 13-го. И там тоже был похожий мультиплеер, где один чувак играл за маньяка, а остальные от него ныкали. Вот. Ну и еще там, где всякого инди-говна накидали. Слышите, у нас тут спрашивают в чате важную вещь, потому что многие люди этого не понимают. Я прям вижу. То есть, сколько бы Sony не говорила этого, все не понимают этого. State of Play это замена презентации на E3? Нет, это не так. Sony много раз придется говорить, и нам придется много раз говорить, и всем журналам придется, и там зданием, всем-всем говорить. Блядь, нет! Потому что Sony берет и делает несколько разных презентаций State of Play, разбивая все свои анонсы по времени, размазывая их вот так, знаете, как хлеб по маслу, чтобы по чуть-чуть вам кое-что показывать. Чтобы, например, больше не показывать вам Medieval летом, они показали его там сейчас, как бы объявили там дату релиза и прочее. Ну, давайте говорить честно, Medieval это игра для ностальгирующих, для фанатов. Для меня! Которые, ну, прям, знаешь, играли в Medieval, потому что я не знаю ни одного фаната PlayStation, который, допустим, не играл в Medieval, который бы хотел в нее поиграть, потому что, ну, блядь, ну, это не та игра, которую ты купишь по пол-прайсу. А потом, как с каким-нибудь сраным Spire, где такие все тоже, да, кому нужен этот Spire, а потом выходит Spire и рвет на херчат. Я думаю, что, я думаю, что ностальгические воспоминания о Spire больше, чем по Medieval. Это все, это все интересно. Я почти уверен, что он будет штурмовать британский чат, потому что в Британии Medieval очень популярен был. Вполне возможно, но, если честно, я прямо сейчас, вот в данную секунду, вот думаю о том, что Medieval не вызывает даже у меня, я там много играл там в него, не вызывает каких-то чувств, ощущений, что хочется в него поиграть. При этом Ratchet & Clank я не играл, я в него поиграл, его ремейк, и он был охуенный, а Medieval я сейчас посмотрю, и он вообще не вызвал никаких ощущений у меня. Да? Да. Но, возвращаясь к истории по поводу того, что это замена E3, нет, это не замена E3, дело в том, что PlayStation с недавних пор делают вот эти State of Play, они будут их делать, по-моему, раз в квартал, да, или раз... Нет, нет, раз в три месяца, по-моему, раз в квартал, а, передожди, квартал это четыре месяца, ну, неважно, раз в три месяца, короче, они будут делать State of Play, и на них будут рассказывать о каких-то таких не особо важных анонсах, и, возможно, давать тизер на анонс, который реально важен. И вот анонс, который был реально важен на этом State of Play, это... это тизер Final Fantasy VII ремейка, про который мы не слышали последние уже сколько, года, три или четыре, да? Давно, короче, я не помню. Какой я последний раз попросил? В 2015 году его показали. Это был прям геймплей, да, ролик? Или что-то еще показали? Нет, в E3 показали, его анонсировали, его анонсировали, а геймплей как такового они показывали, по-моему, два года назад, что ли, было, или три. Маленькие-маленькие кусочки показали, типа, такие, да. И там даже толком тоже геймплея не было, там такие, типа, нарезки, как бы. И, по сути, сейчас первый раз мы увидели, ну, полноценный, как бы, геймплей, да. Трейлер, я бы сказал, это трейлер, просто такой небольшой тизерок. Вот, геймплейный ролик нам, скорее всего, покажут в июне, потому что... Мы уже сейчас несколько кусочков из геймплея показали. Маленький там кусочек, небольшой такой-то. Да, блядь, о чем вы смеетесь? Вы смеетесь? Там прям с уив, прямо в бою, прямо с кнопочками. Там все, даже кат-сцену там... Я не спорю, просто это идет две минуты, а не десять, понимаешь, или там пятнадцать. Ну, я уверен, что они, скорее всего, на ТГС могут показать, там, пяти- или семиминутный срез, как они проходят вот эту первую миссию со Скорпионом. Ну, или там, какую-то часть ее, типа, этой миссии. Ну, типа, вот они зашли в реактор, дошли до Скорпиона, типа, убили его, пошел таймер, они убегают, и, типа, и все. Я напоминаю, кстати, для тех, кто не знает, что такое Final Fantasy VII, это одна из культовых RPG, которые в свое время продавали PlayStation 1. То есть, вот, Final Fantasy VII, VIII и IX, это была одна из тех вещей, ради которых народ такой, ааа, давай покупай PlayStation PlayStation, так и быть. Вот. И история с Final Fantasy VII, она, конечно, хорошая, если бы не два но. Первое но. Это все еще эпизодная игра. То есть, Square Enix официально подтвердила, что она будет выходить поэпизодно. Первый эпизод нам, скорее всего, покажут вот в июне, да, там, когда он там примерно выходит. Скорее всего, в июне нам покажут геймплей, а выйдет она там в сентябре, ну, мне так кажется. Я уверен, что он не выйдет в этом году. Я вам точно не выйдет. Думаю, потому что тут Скворешник показал свой финансовый отчет перед инвесторами. Буквально вот сегодня, как мы пишемся, и там же они, ну, говорят, что вот мы хорошо вроде продали игр в прошлом году. Да, мы меньше заработали, потому что, типа, маркетинг игр больше потратили. И самое главное, что они говорят, что крупных проектов у них до середины 20-го года не будет. Как бы не ждите ничего, что мы прям вот такого обосраться за релизом. Я не удивлюсь, если первая часть выйдет 22-го февраля. Да, слушайте, ну, как бы, тут надо понимать, что... То же самое, кстати, Capcom сказал, что вот они сейчас выпустили DMC, выпустили Resident, и у них, кроме аддона на Moon Hunt больше ничего не будет в этом году, и все сейчас готовятся к следующему поколению консолей. То есть я не удивлюсь, если игра вообще кроссгеном будет сразу в составе. Может, и будет кроссгеном. Ну, история в том, что, во-первых, это, да, это эпизодный контент, а второй момент, вы верите в ремейк Final Fantasy VII? Ну, ты знаешь, если... Ну, тут современного... Если действительно они сохранят, по сути, весь сюжет, всех персонажей... Слушай, давай мы остановимся на сюжете. Тебе кажется, что сюжет Final Fantasy VII классный? Да. Вопросов больше не имеешь. Вопросов больше нет, да. Я могу сказать так, что, типа, если они возьмут... Ты не думаешь, что его надо переделать, там, или что? Ну, они его уже явно переделывают чуть-чуть, потому что, например, эпизод, где показывают, как он такой в огне, типа, стоит, и там Сифирот появляется. Если это действительно кусочек из Мидгара, то там такого не должно было быть, если ты помнишь. В смысле было? Нет, в Мидгаре так, чтобы он был в огне, и Сифирот был в огне, этого не было. Это было в Небельхейме, короче. Этот момент единственный, где он может быть, это как воспоминание, когда он, помнишь, валяется около этого, короче, около поезда. Я тебе напомню, как заканчивался первый диск Final Fantasy VII. Понимаешь, что игра была на трех дисках? Нет, я помню, как заканчивался первый диск. Ты уезжаешь, ты в Норскратере оказываешься, не в Норскратере, а в этом оказываешься в городе Снежном, короче. И вот там заканчивается, да. Да. Но здесь такого не будет. То воспоминание, о котором ты говоришь, оно происходило после того, как... Нет, после того, как они выходили из Мидгара. Они выходили из Мидгара, шли в первом кончисе поселения, да. Вот прям в первое же. Это даже не середина первого диска. Блядь, чувака проходила ее 20 раз практически. Чувак, я проходил в прошлом году, блядь, PlayStation 4, блядь, в этом самом, в переиздании, камон. Ну ты проходил с читами. Между прочим, между прочим, блядь, с интегрированными, сука, читами, с самыми скворечниками, потому что они подумали, что какой же мудак будет тратить 150 часов своей жизни на то, чтобы прокачаться, блядь, и убить этого ёбаного омега-выпана, понимаешь? Даже люди до этого, блядь, додумались. Им был норм. Им был нормально. Я бы тоже это сделал. Я бы тоже это сделал. Надо пойти. Я просто к тому, что у людей в основном ностальгические воспоминания о Final Fantasy VII. Ну то есть в основном люди такие, типа, да, это было охуенно, потому что мне было 11 лет. И вокруг там... Не-не-не-не, я, говорит, проходил существенно позже. Я знаю, что он был хороший. Просто, когда ты играешь, ну вот, вот сейчас, да, когда тебе там 30 с гаком, ты смотришь на всю эту ерунду и думаешь, блядь, ну ебанины, вот серьёзно. То есть ты играешь в эту ерунду и думаешь, что планета умирает, да? Планета у них умирает. Охуеть теперь, блядь. Планета, блядь, умирает. Давайте, чтобы люди умирали, блядь. Ну то есть, такая какая история. То есть, я к чему всё-то говорю. Я к тому, что, скорее всего, сюжет будет значительно переработан, потому что некоторые моменты слишком наивные. Я так не считаю, потому что последние практически все игры Square Denix обладают ещё более тупорылым, дебильным сюжетом. Ты и про Final Fantasy X15? И XIII, 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 и даже Final Fantasy XII, и Final Fantasy XII, и Final Fantasy XII, кстати, кстати, да. Да, Дима, я про все вот эти игры, как бы там сюжет просто тупорылая ебанина. Я не спорю, но просто говорю, с чего ты решил, что они его не поменяют? Мне кажется, поменяют. Ну, они могут его, знаете, сделать в духе... Если они... Да я хотел просто договорить, искать, блядь, одну единственную вещь, задеть на тот вопрос, который ты не давал мне это сделать. Ну. Я хотел объяснить, что если они сохранят основную всю канву сюжета, дополняют туда, как бы, какие-то вот адекватные персонажи, причём не вот эти... Ня-ня-ня-ня, держи цветочек! И сделают как-то-то вот в нормальном, адекватном, европейзированном виде, понимаешь, нормальными более-менее персонажами. Того не будет. Но есть шанс, что, конечно, они не сделают, как это Final Fantasy XV, когда у тебя четыре просто чувака, которые, знаешь, вот... И только сорги вышли и такие, типа... Да, мы бродюд, пацаны, да, вот я крашу губы, но я такой бродюд, как бы. Практически Gears of War, как бы, да, понимаешь? Ты такой... А сейчас я спою кей-поп, понимаешь? Ты такой просто... Бля, тебе надо в якудзу поиграть. У тебя сразу все стереотипы нахуй просто разрушатся о японцах. Потому что там... Нет, я смотрю... Тебе надо... Тебе надо поиграть в якудзу. Просто прикол в том, что когда ты смотришь там аниме тот же самый или якудзу, у них совершенно нормально может быть там барменом, например, чувак, который бывший якудзу, например, как в Домикана, да, короче. Ну, он просто стал геем, да, как бы, поэтому у него тяжело ходить в баню, потому что ему очень нравится мужчина. Он раздевается, у него наколки. Все знают, что он якудзу, но он любит... На конке на члены. Привет, жители Севастопа! Тополь! О, блядь! Или садится маленький, небольшой этот самый, как его, воробушек и лапка последняя. Это будет соскальзывать немножечко, давай соскальзывать. Не хватает воробушек. А какая мини-игра с этим связана в якудзе? Давай зададим скорее этот вопрос. Возвращаясь к всеми финалки и вообще всей этой истории, я могу сказать, что я очень жду ремейк, но я заранее, заранее в нем разочаровываюсь, потому что, ну, я уверен, что так круто, как в детстве, не будет. Потому что в прошлом ебаном году я прошел Final Fantasy VII на PlayStation 4, я начал, вот, вот, просто, знаешь, когда ты смотришь это, когда ты там лет 10, и ты вообще не понимаешь английского, такой со словарем сидишь, знаешь, читаешь этот перевод, и когда ты знаешь английский и тебе 30, ты смотришь этот сюжет и думаешь, господи, ну я ебанин, вот серьезно. И вот после того, как ты это смотришь, ты думаешь, блядь, вот, пожалуйста, переделайте некоторые моменты, хотя бы облагородьте их хоть чуть-чуть. И нам правильно в чате пишут, что было бы прикольно, если бы туда интегрировали, например, Crisis Core, или интегрировать тот фильм, который они делали по Final Fantasy VII. Нет, 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 что это адская ебанина. Блядь, просто расстрелять людей, которые сделали их. Ты че, отвел Children, это от пизды. Чем не так создать Children? Это все плохо, там ничего хорошего нету. Все ужасно, ты че? Там отвратительная мотивация останавливается, отвратительный персонажи. Отвратительный сюжет. Все плохо, блядь, все плохо. Но он нарисован красиво. Нет. Нет. Нормально было нарисовано, все, все понравилось, тос. Слушайте, короче, у нас, у нас вывод такой, мы, конечно, ремейк ждем, но он будет не очень. А знаете, что еще, как говорят? Нет, подождите, там кто-то, подождите. Я бы немного на самом деле еще есть про Final Fantasy сказать, но это сейчас можно спешл про Final Fantasy просто делать. И нам обязательно придут и скажут, пригласите журналиста мистера, короче, и мы такие просто. Который специалист по Final Fantasy, а мы его мнение в рот ебали просто все втроем. Просто пошел ты нахуй. Зрители застопали, да, вот так прям. Он же разбирается в Final Fantasy, да пошел ты нахуй. Именно, понимаешь, у нас реально есть один слушатель, который приходит к нам уже три года, и три года нам писал раз семь письма, пригласите, нет, вы пригласите этого журналиста, он специалист, это такой, просто очередной раз удалить письмо, удалить письмо просто, нет, пригласите! Знаешь, ты такой приходишь в костюме с крахмальным воротничком, с этими, с рукавами, там, значит, у тебя такие запонки, на них аукарт нарисован, и еще кто-нибудь, такой приходишь, даешь визитку в конторе, и там, специалист по Final Fantasy. Да-да-да-да. 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 Блин, с шанами, ты ебками, вы пиздите! Профессиональный специалист по Final Fantasy. С дипломом великого дракона, блин. Ну-да-да-да. Это был ряд страны игр, да. Блин, я тут недавно посмотрел фильм, который у меня в детстве был на видеокассете, это фильм «Двойной дракон». Вы видели этот фильм? Да-да-да-да-да. Я вам могу сказать, что я в детстве эту кассету просто до дыр засмотрел, потому что мне было лет на 10 или 12, я не помню точно сколько, и мне всегда казалось, что какой же там охуительный экшен, что это за пиздатое кино, и я, короче, его просто пересматривал, там, не знаю, раз в 10 перематывал эту кассету и просто смотрел. Но я тут недавно посмотрел, думал, освежуху воспоминания о том, какой фильм «Двойной дракон». Могу сказать, что это такое говнище, которое я просто еле-еле досмотрел. Причем она не работает, даже как очень плохое кино, настолько плохое, что хорошее, то есть оно просто так не работает. Так что не советую вспоминать, не советую вообще, в принципе, вдаваться в воспоминания детства, потому что лучше, чем в детстве, уже точно не будет. У вас включено критическое мышление, вы испортите себе абсолютно все удовольствие. Поэтому, если у вас есть ностальгические воспоминания по Final Fantasy VII, просто напейтесь, прежде чем играть. Это помогает. Так, донаты, опять же, не дали мне доскать, короче, Хики Камору нам занес 100 рублей и пишет Диме на сладкое к алкоголю. Мистер Валери занес нам 147 рублей 0,4 копейки, наверное, весь остаток со Сбера. Бля, ладно, хорошо. «Service meine Katzen!» Привет, мои мокренькие кисненьки. Это переводится на мецком. Да-да-да-да. Хорошо. Я хотел сказать, как будто это речь, типа, знаете, там, сплаца такой, типа, значит, стоит такой человек, отдает честь и говорит «Service meine Katzen!» Мы недавно выясняли, что любая фраза, произнесенная на немецком, абсолютно становится просто приказом, как будто тебя сейчас ведут на расстрел. Абсолютно любая там «Метцерлингер!» Ну, ты слушай, послушай песню «Рамштайн», включи под нее, я не знаю, как маршируют полки Гитлера, и у тебя будет... Да-да. «Комцверхольксваген!» Я же помню, я вам ДТКД как-то рассказывал историю, что есть песня, популярная довольно-таки, это песня про немецких ткачей, кажется, я не помню точно, ее, короче, постоянно такие нацики, но не очень умные, которые, знаешь, там типа «Вайт Пауэр» вся херня, они вставляют постоянно под нее марш каких-нибудь нацистов, знаешь, там типа «Фаер Шоу» со свастиками, со всей херней, а это песня ткачей, то есть они там поют «Как замечательно там собирать цветочки?» Я напоминаю, то есть я не помню, как песня звучит, но в общем, история в этом. Как мы троллили гимном немецких коммунистов, который звучит один в один как немецкий марш, какой-нибудь фашист. Этих коммунистов расстреляли фашистов в 30-х. Мы очень много говорим про то, что у нас есть сомнения по поводу финалки, по поводу чего сомнений у нас нет, это по поводу Rage 2, потому что она наконец-то вышла. На самом деле, на самом деле, простите, пожалуйста, но у нас... Подождите, знаете, как раньше лекарства говорили? Но подождите, позвоните прямо сейчас. Я хотел сказать следующее, извини, что я прервал, Макс, но аккуратно, потому что ты прям заранее хочешь не в ту степь. Насколько игра вышла, мы в ней еще не играли, вышли как бы OpenCritic, OpenCritic, и там, всяких, там, на Metacritic вышли, соответственно, оценки, но на самом деле, короче, мы лично ничего не знаем про игру. У нас есть определенные отзывы, как бы, и посмотрим, на самом деле, какую игра получится. Напомню вам, что Destiny тоже кусочек. На DTF хороший обзор всей этой истории. Что говорят критики по поводу Rage 2? Великолепные перестрелки, плохое все остальное. 14 мая, на ПК, PlayStation 4, Xbox One, выходит Rage 2, журналисты прошли игру, написали рецензию, и игра получилась неоднозначной. Те, кто ее активно хвалит, все равно отмечают проблемы с повествованием и с открытым миром. Знаете, о чем мне это напоминает? Все вот эти истории про игры, типа, Bulletstorm, типа, какой-нибудь, я не знаю, там, до того же первого Rage, когда ты сам себя развлекаешь в видеоигре. Некоторым людям это не нравится. То есть, есть люди, которые в восторге от таких механик, прям, очень хочется, прям, вот, да, это вот Максим. И вот, знаешь, мы в Garry's Mod весело. Где ты попадаешь в коробку и сам себя развлекай. А некоторым людям хочется, чтобы тебя водили от маркера к маркеру, чтобы постоянно ебашилово появилось, что-нибудь да происходило. Судя по всему, судя по тем рецензиям, которые там есть, в Rage 2 этого не происходит. То есть, ты развлекаешь себя сам. Да, стрелять прикольно, есть на машинках еще прикольней, все остальное в игре полное говно. И поэтому средняя оценка сейчас у Rage 2 7 из 10. То есть, вот такое. Ну, напоминаю вам в одном из наших прошлых выпусков мы как раз говорили про систему оценок. В общем-то, 7 из 10 это еще неизвестно на самом деле, она плохая или неплохая. Я думаю, что надо самим поиграть и все таки подобное. То есть, если честно, я очень долго ждал этой игры, мне она очень понравилась изначально. Мне правда хочется вот как-то посмотреть на нее. Я подожду, когда появится у нас какая-нибудь копия. Ну, если получится, было бы круто. Ну, я ее с теми уже купил. Ну, как бы, если ты купил, значит тебе и стримить. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так это работает у нас, да. Слушайте, вы знаете, во что мы, кстати, еще верим довольно-таки, как бы, мы посмотрим, получится или не получится, короче. Дело в том, что, если помните, буквально пару лет назад у нас случился Слипер Хит. Вот. Была игра, которую никто не ждал. Произошел троллинг. Если так подумать, то она никому и не понравилась, в общем-то. Это не так. В смысле, из критиков, я имею в виду. В общем-то, игра, которая никому изначально не нравилась, когда ее анонсировали, когда ее показывали, когда она, в общем-то, выходила, все такие, типа, вообще нос воротили. У нее была отвратительная бета-версия, очень глючная, короче, все такие там просто... Да и показы были позорные. Короче, все было совершенно позорнейшее, просто, короче. Это игра Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Вот. Да. И мы совершенно случайно с Димкой на нее наткнулись, Димка купил там, короче, как-то случайным образом гарнитуру, у которой был внутри диск с этой игрой, отдал его мне, у самого у него тоже эта игра оказалась, короче, мы такие, типа, ну давай пойдем поиграем, что-то играли граждане. Я думал, что гарнитура стоит 8 тысяч просто, потому что она такая дорогая. А она просто говно собачье. Она просто стоит 4, да, плюс 4 стоила игра, которая была в комплекте. Я ей даже не подумал. Turtle Beach у тебя же был, да? Нет, это был трассмастер говно. Он тогда назывался трассмастер говно. Прям на чеке было написано трассмастер говно. Говно рекон, да, да, да. Говно рекон. Да, да, так и было. Короче, игра оказалась на самом деле классной, она внезапно нам очень понравилась. Ее очень сильно допилили за буквально там месяц после релиза. И она действительно оказалась внезапно очень интересной. Она такая типичная юбисофтовская игра, где ты, ну как бы, ходишь, зачищаешь всякие штуки, и она, знаете, выросла на дивижене, ну то есть она похожа во многом на дивижен местами, но во многих аспектах его сильно лучше, плюс она больше, плюс там много очень необычных локаций классных, плюс транспорт, где ты там были на вертолете летаешь, вот это все. И в ней еще классно было и комфортно играть в одиночку, потому что у вас были ваши напарники, которые ходили, просто выкашивали всех врагов. Ну там, когда было сложно, они не выкашивали, тебе приходилось самому это делать. Но, и там еще был прикольный сюжет, харизматичные злодеи, и вот это все, короче. Ты такой, я могу сказать, что игра долгое время держалась на первых местах во всех чартах, к неожиданности вообще всех ключей по-моему Ubisoft. Я напоминаю вам, что марксинг владел Ubisoft, вообще-то нужно выгонять после каждого очередного релиза, когда, знаете, так, типа, они уже на ебись уже игру выпускают. Пожалуйста, забудьте про нее, ее не существует. Rainbow, что-то там, блять, мы объебались, хуйню сделали, просто Rainbow Six Siege, просто вот забудьте про нее. Тимур. Блять, какого хуя про нее не забыли? Почему вы в нее еще играете? Суки, вы в нее играете? Блять, придется ее развивать. Ну ладно, хорошо. Макс, ты прям очень хочешь перебить, я знаю, тебе так прямо хотелось, переби пиздец. Ну давай, перебивай, давай, давай. Ну, Ругалиев разрешил спасти фермерок найти. На самом деле, просто у Ubisoft есть два момента, которые я заметил в их промо-компаниях. Если игра выглядит охуительно до релиза, то, скорее всего, это будет неиграбельное говно, которое они поправят через год, как это было, кстати, с Сиджем, потому что Сидж на релизе и сейчас это две разные игры. А если они показывают игру и она выглядит как самое говно, и ты думаешь, господи, кто это вообще выпускает? Wild Ones, значит, Odyssey, что еще из последнего? Этот Division 2, который нам, вот, всем троим до релиза такой, что? Оказывается, эта игра прекрасная. Это просто пиар-отдел, который работает абсолютно от обратного. То есть, это серьезно. Ну, если честно, я до сих пор не понимаю, как у них это все там работает, но, по крайней мере, точно могу сказать, что анонс новой игры, а мы как раз про нее, в общем-то, хотели сказать, из этой серии, тоже, мне, если честно, стал врасплох, потому что я понимал, что, типа, ну, когда-то она выйдет. Ну, типа, вот этот момент подошел, на Сайли прошло уже года два примерно, и вот игру анонсируют, и она называется, соответственно, Ghost Recon Breakpoint, и, насколько я понял, прошлую игру делало довольно небольшое количество людей. Они на стриме говорили, что прошлую игру делала, ну, вот костяк основной, да, который делал конкретно игру. Ну, кроме там всяких, там, художников, те, кто, да, 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 основной костяк, аутсорсеров, основной костяк, который делал Wildness, это 30 человек. 35, по-моему. Нет, 30 человек, это не очень много народу. Это вообще не любая. Здесь, видимо, Ubisoft внезапно осознала, что Wildness такой слепер-хит, который, ну, реально зашел, они выделили тысячу человек на то, чтобы разрабатывали эту группу всему миру в разных студиях Ubisoft. Могу сказать, что тот ролик, который они показали, не тот, который вы видите на стриме, на стриме это CGI идет, а тот, который с геймплейным роликами, возможно, сейчас поставлю, только мне надо переключить все здесь. Запонят. Оно, да, я думаю, что не стоит его показать. лучше не надо. Даже за этот ролик нас могут уже запомнить. Оно выглядит внезапно очень даже неплохо, но при этом они вспомнили про ту историю, что Wildness, за что хуесосили все? Потому что это была аркадка. Это не был Гострекон. Это не была игра, которая, знаешь, там типа вот сейчас я поправку на ветер возьму, да, на 2 градуса левее и, учитывая силу Кориолиса, выстрелю из снайперской винтовки и попаду на 768 метров в тушку врага. который... Это же про Арму 3 рассказывали. ну примерно, то есть плюс-минус. То есть история в том, что она была очень сильно аркадной, прям вот совсем. Это не был Гострекон, в том плане Гострекон, который люди себя любили, когда это был более-менее тактический шутер. Здесь они решили делать акцент на реализме, поэтому никаких больше историй о том, что типа убиваем в тушку и все, до свидания, надо выпустить гуру патронов для того, чтобы убить бронированного врага. Нет. Тут все проще. То есть как бы пук и все. Пук и все. Ну, ты знаешь, выглядело довольно реалистично, но я так понимаю, что это все-таки какой-то некий таргет-рендер был. И еще очень много чего поменяется. Там ты знаешь, я посмотрел комментарии к ролику, который геймплейный, и там все сразу же пишут, что это даунгрейд. Ну, то есть, стопроцентный даунгрейд, потому что такого графона нету. Но не стоит забывать о том, что, во-первых, эта игра выходит и на ПК, а на ПК давным-давно есть... Скорее всего, так и будет. Давным-давно есть замечательная штука под названием Ray Tracing. Но вообще-то... Там были локальные отражения. Вот, кстати, да, Дим, ты что-то там говорил в нашем чате по поводу Ray Tracing, я специально внимательно посмотрел ролик, я нигде там не нашел его. Там артефакты локальных отражений. то есть, там как бы выглядит все симпатично, но и сейчас как-то уровень Division на ПК. да, вот Division 2 на ПК. Ну, не знаю. Мне кажется, графон выглядит хорошо. Второй момент, который люди часто забывают, то, что у нас в скором времени выходит PlayStation 5 и Xbox Next. Возможно, это произойдет в следующем году, так что, скорее всего, Google Stadia. Скорее всего, это будет такой, как это, плюс-минус, как это назвать, игра, которая будет там и там. Как это, пазген, X-ген, типа того. На все. На все выходит, Возможно, это так. Возможно, нет. Возможно, мы ошибаемся. Но, вся история в том, что Ghost Recon Breakpoint, он внезапно произвел впечатление, и мне кажется, что я вот буду осторожно ждать эту игру. Ну, я вот тоже, как бы, в первую очередь, мне, конечно, понравилось, что она похожа, опять же, на смесь вот Ghost Recon'а прошлого и Division'а. Очень много схожих механик, где, типа, ты такой там идешь, ползешь, там, прячешься, как обычно, всякие гаджеты, дроны используешь и прочее. Но, самое, вы знаете, как-то вот, выглядит все красивее. Ты прям, ну, ты прям видишь, что, типа, блин, классно прям смотрится, красивое отражение, красивая погода. И очень много интересных механик, связанных там с анимацией. Например, ты можешь там упасть с горы, там, покатиться как-то, врага можешь с разных сторон, зависит от того, как ты к нему подходишь, разные анимации ударов будет. То есть, ты понимаешь, что все это несложно сделать, на самом деле. Просто этого не было, типа, в прошлой игре. А вот сейчас здесь, короче, ну, оно, как бы, оно будет. А ты заметил, что механику стрельбы, они стырили с радуги? То есть, там теперь тоже можно влево-право наклоняться. Ну, когда ты стреляешь от, как это? Бедра. Iron Sides, нет, Iron Sides, когда стреляешь от прицела. ты еще из-за прицела. Да, когда стреляешь из-за прицела, у тебя пуля летит точно в центр прицела. Это тоже, помнишь, это картинка замечательная, мемасная. А, да, 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 как летит пуля в разных видеоиграх, да. В контрстраке просто из ствола такая territory прямая блядь линия. В армии такая летит и такая вууу и загибается. А в радуге и теперь в гостриконе она летит точно из прицела. То есть, как будто она летит не из ствола, а из прицела. Я тебе открою секрет. Знаешь, как это делается? Это прицел лазерный особенно занижается таким образом на несколько градусов, чтобы прицел смотрел в ту сторону, куда стреляет ствол. То есть, То есть прицел смещён, а не ствол стреляет. Ты не встречаешься с прицелом, а прицел смещён так, чтобы тебе это казалось так. Я понимаю, я просто к тому, что это смотрится довольно смешно. Ну, короче, мне понравился дизайн, особенно дизайн техники. Там же, типа, главный злодей — это чувак, который управляет дронами. Который бывший гост, кстати говоря. Роб-кантау играет, кстати. И причём, да, и причём не просто дронами управляет, но ещё и, блин, огромными машинами, дронами с гигантскими пушками-миниганами. С гигантскими роботами! Какие из частей Call of Duty мне это напоминают? А не Call of Duty! Они Call of Duty совсем, ты знаешь, хуууу? Ты знаешь, ты такой, бежишь, короче, в первой главе убегаешь из больницы, и весь забинтованый приходишь. Да, 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 да. Спасибо, да, я понял, наверх, окей. А потом вот у кисалланк гоуст, короче, да, и вот примерно так это и получается. Слушайте, ну, короче, мы аккуратно ждём, нам геймплей понравился, я ничего сверхъестественного графоне не увидел вообще даже вот сейчас мы геймплей там проигрываем еще раз как бы выглядит все вполне адекватно я даже думаю что даунгрейда здесь здесь и делать в общем-то не на чем то есть версию показывать если это одна пока на ультрах как бы тут вполне возможно я бы не удивился вот все так и есть короче мы еще про что хотели рассказать что у нас сегодня там найти вечер осторожных там упоминаний и разочарований и куча всего такого две игры которые разочаровали не нас у нас правда тоже конечно они разочаровали всех остальных разочаровали в том числе я отчасти во первых ансам ансам не оправдал ожиданий электроник арт не для кого это был не секрет по моему это знаете как тайтан фолд 2 короче давайте выпустим его так хуёво что никто не убил давай будем говорить что все таки не не оправдал ожиданий а именно запуск антема не оправдал ожиданий есть большая разница потому что игра может быть я и понравилась и она действительно но вот на запуске она чё-то как-то не слишком взлетела возможно я правильно выражаться что финансовый показатель игры разочаровали да 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 то есть они явно ожидали от нее большего они считали что сейчас делают свою тесто не в которой все будут играть только наверняка я уверен что боеварха переходили игры чуваки нам нужно еще один год чтобы сделать кинет и говорили не нельзя все пацаны давай давай ебошь да 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 в среде не получили леса в смысле суда в какую середину через два дня в прошлую среду вон же вашу жена вашу борщ и gd отправил да вот типа там ганз ганс отправил да говорит ганс ганс какой ганс ваш уборщик вон диск же нашел там был написано типа golden мастер да это мы бухали просто типа такого я бы и не удивился бы но да ты можешь сказать это по поводу battlefield 5 мы же не понимаешь и не знаем на самом деле оправдал ли battlefield 5 их ожидания ну на самом деле с battlefield 5 выступил смотрите как то есть battlefield и anthem такая история может эти игры заработали хорошее количество денег потому что у ей на самом деле все не так плохо с деньгами как он могло показаться у них хорошо продается фифа у них очень хорошо идет мобильный free-to-play ну понятно это все-таки огромная компания которая куча все делает но и по battlefield и по этому они не называют никаких конкретных цифр а почему не поэтому они говорят что у них около 50 миллионов игроков вот-вот нет не игроков а там они говорят миллионах зарегистрированных зарегистрированных аккаунтов в апекс легенды что они провели 150 миллионов часов они они ничего не говорят абсолютно про вот эти две игры это на самом деле говорит больше чем не говорит зато с другой стороны там есть несколько интересных моментов которые не связаны с бутылфилдом во первых это то что фифу играет 45 миллионов уникальных игроков это просто дохера если подумать еще меньше чем по богам мобайл в китае но все равно до хрена а во вторых то что от star wars джеда и фолин ордер и достаточно большие ожидания то есть 68 миллионов только они хотят до 31 марта следующего года я уже говорю как-то раз под кассе что люди любят купить любой говно с символикой звездных войн вообще любое battlefront это втором расскажу у него очень большие продажи просто не писаешь какие они были при этом меньше чем у первого потому что напомню тебе что в первые первые по моему месяц продаж battlefront 1 кажется продался по моему 12 или 15 миллионов а этот продался по моему что-то 10 какая игра из 3 пола давайте говорить честно игра поздается вот таки наверное у battlefront был потенциал больше не в рот ебический просто бюджет то есть на ее создание на лицензии на к маркетинг реклама вообще реклама там просто гастрономический бюджет эта игра которая не окупается с двух-трех там четырех миллионов проданных шести на ее life поддержка без dlc напомню тебе тоже обходится определенных денег потому что сидит блин целая там какой-нибудь studio criterion и сидит ебашит карты персонажи хуя же и там типа и новые ивенты понимаешь все бесплатно как бы еще на вот на базе вот этих людей которые купили игру что еще и классно сказали значение классного а то что надо выделить в этом отчете и сказали одну мысль которую очень давно в своей колонке отмечал вадим или стратах наш знакомый он говорил что блин ей давай честно скажи что ты выпускаешь свои игры в раннем доступе и выходят в этом году на своем отчете говорит слушать а мы подумали может мы начнем выпускать игры в раннем доступе и вышли такие дано сама на пресс-конференцию таки вы знаете может почитали один сайт из россии но я джейсон шрайера мне кажется что если кого-то есть если кого-то я и слушал то это был скорее не слушай кому и честно сейчас говорит что она хочет все свои крупные релизы перевести ну сервисные релизы привести на этот модель мягкого релиз мягкого запуска это это знаешь когда ты берешь и свой мягкий пенис погружаешь в мягкую воде а на нем написано на севастополь написано просто оля а потом уже написано что да огромный привет шутка кому можно отвратительно просто мягкий запуск я знаешь я ну так после там 40 лет так бывает как бы всех нормально я как бы все на все хорошо я как бы там есть таблеточки упражнения там еще публика эта компания я назывался электроник артском он когда выпускали 80 в конце 80 игры нет стало огромным открытием форм-факторе виниловых пластинок то есть вот такой вот продавали альбом виниловый да ты его открывал там лежала дискета были сфотканы модные разработчики и позиционировалась так что типа электроник артс это компания которая делает из разработчиков рок-звезд и поэтому это все похоже на альбомы тимурчик у нас немножко перевернута стриме но и чтобы понимали он сейчас показывает игру для сон 3 для sega genesis она же sega mega drive который у нас в россии просто зала сега сега мега drive 2 но это на самом деле все почему у тебя дома лежит карты же от сеги скажи потому что у меня есть сега мега драйв 2 и playstation ладно есть говоря кстати про playstation в контексте и еще одну еще одну вещь озвучили своих планов то что наконец-то ей access выходит на playstation 4 и стоимость будет 300 рублей в месяц и 1800 рублей в год то есть там уже известно что добавит battlefield там уже известно что будет в и аут это доступно в утекшем трейлере шаут интересно вот этот джедай fallen order он там будет я сомневаюсь просто логично было бы взять и купить игру за 300 рублей ну то есть как бы за месяц пройти и забудьте ее существовать не всегда именно поэтому они туда никогда не выпустят из таких как ты только мудак потому что но таких людей много вспомним также самый xbox game pass геймпас и про и проходишь рекорд и все до свидания нам тут уже пошутили по поводу мягкого риза вам панамку я думаю на этом можно сворачивать сидели листом себе да то есть у нас от фигурка занес 100 рублей у вас есть инсайты почему коперасты бушуют с клеймами и страйками ведь любое упомянание цитата это охват и потенциальный доход да чувак но понимаешь когда вот и залью все свои ролики в контент айди и просто сказал такой да похуй пускай ебашит там всем страйке короче и тебе же деньги капают ну ты чуваку взяли некому чуваку отобрали монетизацию потому что он показывает по сути твой контент то есть как бы ты взял там типа все свое все свое все свое 20 секунд ты показал кусочек трейлера с е3 короче все отдавай со всех трех часов видео к все деньги короче за все рекламные интеграции за все вот этому чуваку который владеет правильный трейлер часто он даже не владеет правами на него у ютуба так это работа системы что может прийти какой-то индийский стартап который тебе скажет а я владею правами на вот 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 этот кусочек трансляции е3 2000 в 2018 2017 которым был shadow of tomb raider вот эти 20 секунд этого трейлера короче я владею на них правами компании с пакистану да короче и ты такой что блять но им уже начинают эти деньги и ты оспариваешь контент говоришь ютубу что типа алло ёпта короче youtube такой а ну да сорян сорян за неудобство короче такой типа сидишь условно у тебя два дня там смотрят твое шоу у тебя бабки просто утекают какому-то индусу ты такой типа значит как говорится сам сам еблан короче пошел но на жаловался на этого индуса эти говорят а ну ну сорян да сорян короче но буду но бывает чем короче да вот мы какому-то индусу два дня отдали свои доходы потому что потому что блять потому вот потому что он потребовал бабки за трейлер tomb raider короче хотя не имел на это право никакого но это была боль просто чувака короче сорян потому что у нас у нас реально есть ряд видосов который нам так блокировали у нас есть реальная трансляция d3 по моему microsoft на которая прилетела в общей сложности около 50 копирайт клеймов и естественно ее никто не может монетизировать потому что я даримина монетизирует 50 разных компаний вот ты такой просто окей пацаны хорошо давайте работайте дальше мне вспоминается как джим стерлинг обьюзил эту систему когда короче делал виду видосы про нинку и поскольку нинка же она за свой футаж ребят он чудил он вставлял этот футаж а еще вставлял всякие другие а куски футажа чтобы контент айди воевала друг с другом и видос в итоге не блокировали потому что там короче оспаривают право правообладателя все эти куски это очень смешно ну короче мы особо не паримся как бы поэтому если типа ну где-то заблокит там видос например мы не монетизируем вот такие ну и похуй я могу сказать честно что у нас пока что как бы у нас не очень много там просмотров хотел dtkd что с очень много набирает внезапно он хорошо заходит но при нашем там количестве просмотров мы зарабатываем сейчас в месяц на ю тубе копеечки там ну типа куб там 50-70 долларов как бы то есть это немного учитывая что настрой учитывая там сколько времени мы на все на тратим и например на 70 долларов на троих в месяц ну конечно бы не прожили бы никогда в жизни короче да но если бы мы условно набирали бы ты там в пять раз больше да например там денег ну было бы это там 350 долларов все равно на троих очень мало но это в пять раз больше просмотров понимаете но у нас даже пять раз больше нет короче поэтому с ю тубом все очень грустно слышно но хотели еще сказать про что еще довольно таки грустно быстренько да дело в том что тут случился сакандал довольно интересный на последних последней неделе в котором мы как-то так вскользь обходили дело в том что если вы не в курсе borderlands 123 есть такой персонаж под именем рэнди пишу короче как на картинке когда мужик забегает временем в комнату а там пацан такой нет нет тут такая история когда borderland забегает что вы понимали в borderlands есть такой персонаж который на самом-то деле является его так скажем recurring персонажем который появляется в каждой там серии является по сути его маскотом и нет это не чувак который стреляет себе в голову так а короче там уже все шутили что он еще должен ногу в третьей части себе представить художник же сказал что типа у них есть рабочая обложка где они выкрутились с тремя выстрелами в лицо но те решили выбрать другую короче здесь персонаж по имени club trap в российской озвучкой он называется железяка робот железяка да и короче это такой маленький персонаж который вам пожизненно доедает там и но как вам по идее помогает вот участвует развитие сюжета такой смешной робот который ездит на колесике и его всегда озвучивал один тот же человек причем как выяснилось что этот человек был вообще-то вице-президентом гирбокса и этот человек вообще позвучивал по фану ну так чисто знаете зашел студию он не просто озвучки а просто потому что он может руку подвернулся да да и просто такой по угорал короче и все время ну как бы просто угарал на эту тему так вот borderlands 3 в ситуации когда вот они уже начали в итоге все-таки делать эту игру этот чувак ушел из компании причем ушел он после того как типа посрался с рэнди пичфордом но и как бы почему собственно пострался с ним там по дороге история замечательная как выяснилось он просто сначала написал что рэнди пичфорд напал на него у интернета предсказуемо бомбанула потому что под названием напал на него можно подразумевать все что угодно вплоть до сексуального нападения ну мало ли рэнди пичфорд с хуем наперевес такой и история была в том что мужик он узнал от кого-то что гербокс продают продают херпами кому он на каком-то из совещания он наклонился к рэнди и сказал что типа а я слышал что гербокс продают тот повернулся к нему сказал кто тебе это сказал и толкнул его да так толкнул что у того синяки оказались на ребрах но по его же опять же словом после да вот мне тоже интересно знаешь о всех этих историях охуительных абсолютно всегда история выясняется пустя просто несколько лет ну то есть как бы чок тебя просто ударил очень сильно да чем ты сделал вот интересно на на твоем месте ну я бы если он был в ответ ну то есть ну тогда не но я себя больше сша как бы я бы сделал круче кач потому что я бы засудил чувака просто за и солдат но есть прошло херпами сколько лет и на этом история как бы не закончилась потому что чувак после этого говорит что рэнди постоянно после этого случая его подъебывал и один раз подошел к нему облизал палец и засунул ему мокрый палец в ухо а потом отскочил засмеялся то есть тут еще дальше реакцию надо продолжить понимаешь это это знаешь эта история я не знаю она могла произойти наверное в восьмом классе средней школы но она произошла с 40 летними мужиками в сша в крупной корпорации игровой причем которая делает триповые игры каждый раз когда я слушаю эту историю я думаю что во первых даже если все это было так как этот чувак рассказывает что в принципе но сомнительно но с другой стороны это же рэнди блять пичфорд умудрился засветиться во всех хуёвых скандалах каких только блять можно пока что ему это сходилось и вывод исходится да но так вот история в том что после этого пусть он уволился из этой компании с гирбокс он ушел оттуда и сказал что больше клап трэпы я озвучивать не он сказал не только за день года да 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 только за бабки да и у компании гирбокс не хватило денег на озвучку ручок спросил очень много и они наняли про это конечно ситуация была другая что типа сказали так как у нас который позвучит вот этот чувак да где он он уволился что значит уволился но типа денег теперь хочет денег хочет да а это какой чувак это тот это вот тот самый это тот самый еблан которому я палец сунул да да моху его короче но официальная история была в том что человек спросил очень много денег актер озвучки стоит гораздо дешевле и они наняли в итоге какого-то довольно дешевого актер озвучки который вот теперь озвучивает этого клап трэпа и говорят что голос в принципе тот же самый то есть очень похож но если ты помнишь что там есть еще история с тем что есть персонажи которые были в tales of borderlands появится borderlands 3 и там был один из там таких персонажей которого его озвучивал трой бейкер довольно известный актер и выяснилось что это же сам персонаж будет borderlands 3 никто не пришел к трой бейкеру ничего не просил не сказал у него с пичфордом перепалков типа чувак как бы ну может быть ты типа озвучишь от трой бейкер такой типа мне даже никто не пришел ничего не сказал даже не предложили они даже не говорили что borderlands 3 делают суши но мне кажется borderlands 3 они просто экономят на всем чем можно они нанимают дешевых актеров озвучки они нанимают не тех актеров озвучки которые озвучивали там предыдущие borderlands и мне кажется они просто экономят вот серьезно ну тут такое ощущение потому что borderlands выйдет сейчас риски прошу прощения выйдет сейчас риски borderlands 2 ты видел геймплей borderlands 3 да тебе понравился нет это риски borderlands 2 вот это же об этом подумал потому что она конечно была очень клевой игрой но первая борда не очень была вторая была к очень клевая то есть мне мне 2 прям очень понравилось но вот если бы мне вот так вот наш вот отдаленно показали геймплей 1 2 и 3 борты я бы на ферме не сразу не сразу понял где какая потому что но она выглядит точно так же то есть как бы вот этот эффект с алшей динга и вся вот эта история она делает игру конечно на папа по сути практически не устаревает да то есть вот визуально но при этом ты смотришь на нее это не понимаешь а в чем в новой части в чем фишка то есть что нового ты можешь награды даже разных эффектов там всяких движений до порты разные локации потому что труд будет не в рамках я не спорю планет я говорю не не про геймплей момент а именно провод визуальную часть визуально визуально можно можно красивых навернуть там всяких газов филдов там классно всякие анимацию сделать анимацию улучшить деревянную сниматься и у них точно правда проблемы вот вот реально то есть вот если брать мультяшный стиль в играх да можно посмотреть как японцы прокачивают не на куне 1 1 на куне 2 абсолютно идентичный визуал во вторая часть выглядит как генпроект во многом из анимации борта 2 и борта 3 идентичны в этом вопросе не на куне есть проблема она знаешь как называется японская джерпг да потому что ты заходишь ты заходишь в данжен короче в замок и у тебя наш впереди перед тобой замок это типа одна текстура натянута на 4 плоскости короче и стоит маленький такой канделябр и через сто метров еще один канделябр и одна люстра висит и 4 одинаковых врага короче ты такой просто ёб твою мать но и бюджета там несопоставимый но моя да 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 потом соберешь какую-нибудь маленькую индюшачину в которой делала там условно пять человек короче они как не на куне и там внезапно понимают люди что не все полигоны нужно въебать на одного персонажа короче а нужно еще чуть-чуть оставить на локации ну ты же понимаешь что это японская разработка ты в дмс 5 поиграл в итоге да я прошел в этом плане вообще замечательно там миллиард полигонов на одного персонажа и на монстра а вокруг наш вот чуть ли чуть ли не плохо там местами симпатично бывает местами не очень там разрушаемые вот эти ночи там вот даже как dark souls короче ты ты ходишь то есть вот минимальная планка того когда ты ходишь и она тебя не супер сильно раздражает как бы она нормально просто не на куне это я прям пиздос ты прям включаешь и просто оку Ravi я в сравчай да про вторую частьу несколько хуев просто все короче он то есть мы прям блять ну прям хуёво это еще вот как персоны там пятое местами такая вот как бы ты идешь просто hein�ル насколько хуево сделать как CORIFomorph trait от подкопить короче то есть как вы думаешь были 100 тысяч персон сделали, а нормальных бэкграундов не сделали. Мне кажется, когда ты играешь много в японские игры, ты, в принципе, к этому привыкаешь. Это просто такой подход к разработке. Ну, то есть, тебе надо сделать длинный коридор. Ну, а потом ты смотришь на условный Bloodborne и понимаешь, что нет, японцы все-таки умеют делать нормальные игры. Потом ты смотришь на условный ремейк Resident Evil 2 и такой, нет, все-таки японцы умеют делать нормальные игры. Так что, нет, это не всегда так. Ну, в большинстве как бы... Бывает, конечно, исключение, я не спорю, я просто к тому, что в большинстве это и происходит именно так. Но возвращаясь к Borderlands, могу сказать, что история с Рэнди Петчертом, конечно, смешная. А вот ты бы как поступил, если бы к тебе подошел твой начальник, ну, то есть, условно, там, какой-нибудь SEO, да? Вот. Такой облизал по пальцам, такой, типа, ухо... Тимур подловил! Во-первых, у меня была такая ситуация один раз. Похожего рода, да, я просто улыбал чуваку, короче, и после чего вышел из офиса и на следующий день просто удаленно уволился. Я могу сказать, что это у тебя исключительно русский подход. То есть, сразу уебать. Ну, чувак, а просто пошел... Ну, я еще был... Работал, так, можно сказать, полусловно, как бы, да, почти такой фрилансном виде. И, короче, мне поэтому уволиться ничего не стоило, просто пошел нахуй. Просто... А почему нельзя просто обрезать пальцы, ему вухо пытаться насолдать? Ну, точка, был ухо за ухо. Не, чувак, если к тебе такое отношение, то что... Ухо за ухо. Если такое отношение, то все, как бы, там, ну, чувак был такой еще, как бы, бля, как бы ты понимал, что у человека и компании ты, как бы, может быть, скорее всего, не попрет просто вот, вот, из-за таких вещей. Уйти не хочется, не по пути, просто такими людьми. Не, мне просто все окажется, что это, ну, это какой-то, такой, знаешь, типа, дружеский подъем, который другой чувак просто не понял. То есть, как бы, вот, как-то так это происходило. То есть, он думал, что у них дружеские отношения, а у них, на самом деле, отношения чисто рабочие. И в рабочих отношениях такой подход, ну, он, как бы, недопустим. А в дружеских отношениях... Come on. Ну да. Ладно, короче, пацаны, мы, на самом деле, хотели рассказать про довольно интересную тему, которую, так скажем, сегодня все пытаются к ней подобраться с одной и другой страны. Так это нормально! Да-да-да-да-да. Ну, в общем, короче, довольно классная тема, которая очень интересная, но все не понимают, как к ней правильно подступиться, потому что ее, так скажем, поверхностная часть, которую, ну, вы просто вот читаете, типа, заголовок, да, и вы такие, типа, и чё? Вот даже Макс, когда писал там у нас подводку, тоже не понял, короче, в чем прикол. Я вот хочу объяснить, как бы, более... Я, поскольку прочитал там все необходимые документы, чем это грозит и что это вообще происходит. Тут закончилась довольно длительная судебная тяжба в США, которая длилась аж с 2011 года. Заключается она в следующем. Некие пользователи айфона, которые купили айфон, подали в суд на Apple и сказали так, что так как Apple обладает монопольным положением в плане установки приложений на телефон, так как, ну, никак кроме App Store не поставить эти приложения больше официально, она заряжает разработчикам 30% от выручки, а разработчики эти 30% перекладывают на людей. Ну, пока все логично дальше. Ну, нет, нихуя не логично. Ну, в смысле, вот. Почему нет? Я сейчас все объясню, почему нет. И таким образом, короче, Apple, ну, как бы, пользуется своим положением. И они хотят иметь возможность, во-первых, типа, ну, как-то решить эту ситуацию. Как ее можно было бы решить? Причем, нигде этого толком не указывается, короче, но это подразумевается. Типа, что или если был бы еще один Store, который был бы на айфоне и который мог бы соревноваться, или если бы разработчикам, как бы, была возможность не платить 30% в выручки и, соответственно, таким образом не перекладывать эти деньги на, ну, соответственно, на людей. Я не удивлюсь, если этими владельцами владельцами айфона на самом деле были те самые разработчики. Вот. В этот момент там где-то Галенки потирает ручку. Одно другому и мешает, как бы, кому он, да. Вот. Но что интересно, суд длился довольно длительное время и дело в том, что тут мешался Supreme Court, это Верховный суд США. Верховный суд США, да. Да, Верховный суд США постановил, что люди, которые подали вот этот иск, имеют право подавать антимонопольные иски к Apple. До этого, как бы, ну, все суды местные отказывали людям, вот, но люди, эти владельцы айфона, дошли до Верховного суда и тот сказал, что нет, можно подавать иски антимонопольные КПУ. В чем прикол? Дело в том, что вообще, если вы не знали, как бы, то есть два типа различных прав, ну, видов гируспруденции, так скажем, в мире. Одно это романское, а другое англосаксонское. Так. И мы пользуемся в России романским правом, которое, ну, руководствуется сводом законов и каждый суд, по сути, на базе этих законов принимает свое решение. Ну, типа, там, написано вот в Конституции вот это, в ФЗ там написано вот это, вот это, вот это, бля, как бы, как же поступить? Адактовать можно как хочешь, да. Давайте вот в этом случае вот так поступим, а вот в этом случае вот так. В Британии и в США и там в ряде других стран работает по-другому вся эта история. Дело в том, что у них прецедентное право и прецедентное право работает следующим образом, что если есть прецедент, когда некий суд взял и руководствовался законами и принял какое-то решение, то в следующий раз, если будет плохое же дело, то оно будет приниматься, ну, оно будет рассматриваться в таком же ключе. И в данном случае суд точно так же повзал старое дело, в котором было одно из постановлений. И оно гласило вот как, что если в цепочке, в которой покупатель взаимодействует с различными магазинами и посредниками по покупке, если в нем больше, чем два типа этапа, то типа финальное звено в цепочке нельзя судиться с ним. Ну, то есть, условно, если там 4, например, звена, то с четвертым звеном первый не может судиться. А Apple в данном случае является третьим звеном. Ну, то есть, вот, типа, есть покупатель, точнее, вторым звеном. То есть, есть покупатель, короче, есть Apple и есть, соответственно, разработчик. Apple в данном случае прямое звено, как бы, второе, как бы, вот, и ты, соответственно, можешь с ним судиться. В чем прикол? Что у Apple есть интересная довольно-таки логика, она говорит о том, что, ну, мол, типа, как бы, центры устанавливают разработчики. Это правда. Они сами их устанавливают. И, типа, если у вас есть претензии по поводу цен, то, типа, идите, добитесь до, типа, разработчиков. Вот. Ну, типа, вам не нравится цена, что сколько-то там стоит, 1 доллар, 3, 10, 40, 50 долларов. Ну, идите, скажите разработчику. Ты же понимаешь, что это приведет к тому, что люди будут подавать в суд на Apple, вот просто вот, вот просто вот, вот так вот, вот как сейчас. То есть Supreme Court, ты какой-то, Верховный суд им разрешил, все, теперь можно спокойно подавать в суд. И, скорее всего, подавать в суд, как ты правильно сказал, будут как раз эти же самые разработчики, а нихера не какие-то простые там пользователи. Им насрать на это абсолютно. И тут, что еще очень интересно, что суд говорит о том, что логика Apple в данном случае ее нельзя принять. Почему? Потому что, если принять логику Apple, то придется пересмотреть вот ту логику рассмотрения прошлых прецедентов. Вот тех самых. Чем это грозит? Так как этот прецедент, которым руководствуются они, им же руководствуются в судах против ритейлеров, то если ты пересмотришь логику тех прецедентов, то люди начнут подавать в суд, короче, ну, начнется, типа, история, люди не смогут, люди не смогут подавать в суд на ритейлеров. Например, условная ситуация. как одно к другому относится. Смотри, у тебя есть некий Walmart, который продает, например, швабру. Так. Ну, как Apple продает программу. Швабру, вот программа производит разработчик, швабру производит, ну, производитель швабры, да? Если у тебя есть какая-то претензия, типа, к стоимости, там, швабры, и ты, например, говоришь, блядь, она слишком дорого стоит, как бы. И вообще, эта швабра эксклюзивная в этом магазине, и, типа, из-за того, что она эксклюзивная в этом магазине, она стоит так дорого, короче, то они обычно раньше подавали в суд и сейчас подают. К Walmart, и говорят, какого хуя вы продаете эту швабру так дорого? И Walmart уже отдувается, понимаешь, типа, и, а в случае, если Apple, ну-ка, ради Apple будет пересмотрен вот тот прецедент, то можно будет, по сути, людям подавать в суд, ну, точнее, им нужно будет подавать в суд не на Walmart, а им нужно будет подавать в суд на производителя швабры, например, и говорить, а хули ты у вас, у вас такая дорогая швабра? И Верховный суд пытается сказать о том, что это откроет лазейку, для того, чтобы ритейлеры нарушали вот это антимонопольное законодательство, и какой-нибудь условный Walmart мог дуть сцены там на любую хуйню и, типа, выставлять в любую цену абсолютно как бы, и за счет этого, типа, жреть, и на них никто не сможет подать в суд. Особенно на какие-то эксклюзивные товары. Какая-то очень странная логика. Ну, так написано там. Суд говорит, что Apple не монополист, то есть важно два момента понять. Первый, то, что суд Apple не говорит, что монополист. Вообще-то, прямо там написано в монопольном положении на рынке. В монопольном положении в данной ситуации. Дальше что? Но не монополист. Как-то очень сложно. То есть не очень понятно, с чего люди так решили, что им... Смотри, то есть вот ты не можешь этот прецедент натянуть, например, на производителя консоли. Несмотря на то, что там закрытая экосистема, да, у тебя всегда выбор, где купить игру. Ты можешь купить игру в цифре, а можешь купить игру на диске, а можешь купить ее на третьей площадке в виде ключа, и там везде будут реально немного разные цены. Особенно, если мы говорим про ритейл ключи. Но в случае с Apple ты как бы покупаешь в одном месте только приложение, в App Store. Понимаешь, и отсюда все и пляшет. То есть что единственный канал распространения софта на iOS это App Store. Ну, понимаешь, они же... Вопрос в том, что Apple... Мы опять же возвращаемся к этому же самому разговору о том, что Apple контролирует App Store, контролирует приложение, контролирует их там качество, за них отвечает. То есть это типа их деловая репутация. И в отличие от Android, где там, знаете, типа очередная новость, что «О, вот тут только что из Google Play Store выкосили 40 тысяч приложений, которые были с Malwareo». короче, все-таки все-таки «О, ну и похуй вообще». Или даже ты Мойлварь ты ставишь не из Google Play Store, а просто сам лично установил ПК файл. Но там прикол именно в том, что именно в Google Play Store были приложения, которые были... С Malwareo, да. Да, были с Malwareo. И Google такая, «О, да, нихуя себе, пойдем выпилим». Да, понимаешь? И, ну, ты понимаешь, что контроль качества вообще нулевой. А как бы у Apple тоже бывают такие ситуации, но обычно это на уровне, что «А вот было два приложения, короче, которые что-то там делали». В этот же день они исчезают, как бы там все перед всеми извиняются и прочее. То есть, ну, как бы контроль за экосистемой все-таки чуть-чуть получше, так скажем, да. И для Apple как бы это же их селинг-поинт. По сути, они тебе все время пытаются сказать, что у нас там, блядь, безопасность, хуепастность, вот это все, и это довольно, как бы их крутая история такая. А тут тебе брут и говорят, нет, а давайте вы запустите вообще любой историк нам. И это теряется их бизнес-преимущество в этом плане, естественно. Но, как бы давайте свернемся в эту тему в другую тему. Дело в том, что тут правильно пишут на Ресетере и на куче разных сайтов сейчас в Твиттере, что вот в этот серьезный момент сегодня немножко напряглись владельцы платформы-держатели консолей, в которых тоже есть только один стор и тоже есть доля выручки, которую нужно платить. ну, как не так, короче, это у тебя есть PlayStation Network. На PlayStation 4 ты не можешь поставить игру из конкурирующего магазина. Ты можешь максимум, что купить ее в ритейле пойти, понимаешь, в виде приложения. В смысле, типа виде кода. Купить в альтернативном источнике PlayStation не управляет по геймстопам какие-нибудь. Но вопрос вот в чем, что очень интересно здесь вот что, что, как пишут многие, что было такое же дело, по-моему, это был Nintendo против Atari. И суд встал в свое время на сторону Nintendo и разрешил платформу-держателю продавать игру через свою собственную закрытую экосистему, пропуская каждую из игр только через себя. И контролируя всю дистрибуцию этих игр. Понимаете? И у нас есть прецедент, который, по сути, противоречит истории с Apple, но который релевантен для игр, как бы, на консолях. И вот интересно теперь, когда у нас, по сути, есть ситуация, идентичная, вот есть PSN, PlayStation 4, как бы, да, и, ну, идентичная история с Apple. Точно так же могут предъявить и сказать, типа, а хули? Вот на нас Ubisoft перекладывает вот эти самые 30 процентов. Я, конечно, не юрист, но вот здесь вот будет, я, конечно, не юрист, но, но, да, но есть одно ключевое отличие, и, во-первых, это прецедент конкретно с видеоиграми, и, все-таки, смотри, у Нинки был еще один иск после этого иска, он связан с компанией Камерика, обязательно посмотрите видеогейм-нерда про их продукцию там замечательную, и он Камерика продавала нелицензированные картриджи для NES, ну, это было жутко глючное золотое говно с джампером сзади картриджа, чтобы, если у вас не работает игра с позицией А, поставьте джампер на позицию Б, а, кстати, картриджи эти делала компания Codemasters, которая сейчас занимается всякими гонками, ну, и тогда Нинка проиграла, потому что, как бы, суд что сказал, что, процесс сертификации вы можете управлять своей внутренней экосистемой, но в то же время конкретно ритейловыми играми вы управлять не можете, если человек купил в ритейле картридж, сунул в вашу консоль, ну, сорян. Свой страх и риск. Да, свой страх и риск, как бы сорян. И поэтому я и говорю, то есть, я поэтому и обозначил, что с PlayStation 4 та же лойка работает, да, тебя никто не заставляет игру покупать в PSN, единый крейглист, ну, естественно, возьми с собой волыну, если там тебе вместо God of War с ножом придут или топором настоящим, да, и возьми там, там, за 20 баксов. Пожалуйста. Да, но понимаешь, в чём проблема, как бы за 20 баксов ты получаешь диск, понимаешь? с игрой. Но проблема вот в чём, что PlayStation, ну, ты, как бы, ты покупаешь игру на вторичном рынке, а на первичном рынке ты покупаешь исключительно только через канал на дистрибуции, который контролирует Sony. Ну, то есть, игра не может выйти без участия Sony и не может выйти без лицензирования Sony. Ну, это интересный вопрос, и на него нам ответит новая часть Phoenix Wright эксклюзивно на Switch следующей осенью. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Вот, и нам Дима занес 100 рублей и говорит, поздравьте меня с прошедшим 90, ты сам себе занес 100 рублей, или твой тезка, короче, то мы его тоже поздравляем. Вот, в общем, пацаны, короче, что я хотел еще вам сказать, очень важная вещь, мы живем в то время, когда мы говорим все время про нейросети, про смешные, хорошие, классные штуки, но... Но при этом мы не знаем, для чего нейросети вообще могут быть предназначены. Именно, короче, и есть хорошие примеры, есть плохие примеры, вот мы сейчас хотели рассказать в первую очередь про пример, который, так скажем, очень противоречивый, потому что у него есть как хорошее применение, так и плохое. Дело в том, что тут группа ученых умудрилась взять макак и с помощью макак понять четко... Прям на видео они брали макак? Они, короче, умудрились понять, каким образом определенные центры мозга у макак реагируют на различные раздражения, и, соответственно, эти раздражения, визуальные в первую очередь, как бы, и, например, что что-то им приносит удовольствие, что-то им, например, пугает дико, короче, до усрачки. И за счет того, что они поняли, какие примерные изображения действуют на них, и, соответственно, какие центры мозга за это отвечают, они начали с помощью нейросетей пытаться воспроизвести этот эффект макаке. Ну, то есть, показывать картинки, которые бы мы максимально точно смогли бы воспроизвести эффект в мозге, ну, по энцефалограмме, да, которые получили за счет, например, там, картинки самочки, да, то есть, типа, макак так, о, ёба, как классно, клёво, короче. И тут ей показывают какую-то хуйню, вообще мешанину, короче. А макак возбудилась там, понимаешь? А-а-а, то есть, ты хочешь сказать, что научились генерировать картинки, которые являются... Определённые центры мозга заставляют быть активными и возбуждать определённые чувства и эмоции, понимаешь? Бля, у меня сразу куча-куча-куча вариантов для, знаешь, всяких фантастических книжек и сериалов и фильмов о том, как тебе показывают какую-нибудь картинку, а ты, там, не знаю, там, обсираешься, например. Знаешь, вся эта история про коричневую ноту, помнишь? Да, я что-то так и помню, да-да-да-да. Точно, точно, точно. То есть, примерно то же самое, то есть, ты показываешь что-то, что, ну, по сути, является ебаниной, но твой мозг интерпретирует это как вполне определённая херня, так? Ну да, то есть, он интерпретирует как что-то, типа, больше вот с дырками, как, например, типа, растение с дырками, да, и если у тебя триптофобия, то ты такой, типа, смотришь и... И тебе стрёмно, да. Бля, стрёмно, да, короче. Вот, ты представляешь, примерно такую же херню ты берёшь и делаешь в каком-то, там, картинке, она даже не очевидна, она даже не очень-то похожа на что-то, там, знаешь, типа, что-то, что ты узнаёшь. Или, например, в каком-то привычном тебе предмете начинают появляться вещи, которые должны вызвать у тебя определённые эмоции. И ты представляешь, какой-то безумный простор, там, для рекламы, для телека, для сериалов, для фильмов, для терроризма какого-то эмоционального, эмоциональный терроризм. То есть, ты просто берёшь, я не знаю, там, обклеиваешь свою военную базу картинками, которые вызывают безотчётный страх, например. Ну, то есть, просто, блин, подходят военные, такие, ебать, я сюда не пойду! Или радость! Да, вот эти люди, которые умрут, и они реально умирают. Ну, короче... Слушай, а это только на макаках работают пока что? Ну, пока что, ну, как бы, сама фича по себе, как бы, она явно не сработана на макаках, то в том или ином виде её можно попробовать воспроизвести на человеке. Но мы же сами знаем, что есть определённого рода образы, которые нас вызывают, там, инстинктивный страх, например. Ну, у каждого уже свой страх индивидуальный, разве? Ну, да, как бы, но ты же можешь выявить некие, там, глобальные какие-то паттерны. Или, например, сделать, показывать человеку картинку, такой, знаешь, как Трест Рорш. Ну, там, что ты думаешь про это? Ничего. Что ты думаешь про это? Блядь! И ты такой, ну, всё понятно, короче. Вы человек, типа, рваный тигр, короче. Ты такой, что, простите? Вы боитесь рваных тигров. Это кто? Это мне напоминает истории, знаешь, когда активируются какие-то определённые моменты в мозгу не картинками, а словами. Помнишь все эти истории про зимнего солдата, там, типа, двятнадцать, выдержанный, да, гараж. И он такой, пук, и он сразу всё убивает, да. Да-да-да-да-да-да-да-да. В общем, короче, на самом деле, очень крутая история. Какое там будет применение, непонятно. Но, если честно, ну, конечно, естественно, это немножко пугает. Как правильно пишут здесь в источнике нашем, что это ПНГ-терроризм. ПНГ-терроризм, сука. В какое интересное время живём, согласен. Да, именно, короче. Это как я сегодня прочитал шутку в твиттере классную о том, что думал ли когда-нибудь человек, который изобрёл кармашек для зажигалки в джинсах, что в него будет отлично, идеально вписываться чехол для беспроводных наушников. Киберпанк. Да-да-да-да-да. Вот. И на самом деле ещё довольно классная история по поводу нейросетей. Но здесь уже однозначно прям крутая тема. Если помните, была такая... Ну, мы много говорили по поводу дипфейков. Дипфейки, напомню вам, это когда берётся определённый видос. Видос, и там есть некий человек, и этому человеку просто меняют лицо с мимикой, полной, совпадающей, на другого человека. Всё это изначально, естественно, как это бывает в нашем мире, используются для порнухи, конечно же. В первую очередь брали некого, ну, там, типа порно-звезду. Или для политики. Ну, да, короче, и лепили на неё там, типа, лицо какой-нибудь из знаменитости. И, как бы, например, на этой базе построили очень интересного виртуального ведущего, один, там, центральный китайский телеканал. У них нереальный чувак, который 24 часа в сутки вещает. То есть просто 24 часа в сутки есть диктор, который без прерыва ебашит, потому что, ну, это дегенерированный персонаж. Дипфейк, по сути. Вот. И здесь ещё один классный пример придумали. Дело в том, что музей Дали во Флориде. Ну, если не знать, кто такой Дали. Сальвадор Дали. Сальвадор Дали, там. Ну, всё, это банк, да. Это банк, короче, по сути. И в музее сделали такой же дипфейк практически 45 минут интерактивного контента. Что это значит, короче? Там есть большое количество стендов, в которых приходит актёр, который пытался повторить всяческие движения Дали. Так. И на него приделали, собственно, самому. Лицо. Лицо Дали. Да, да, да. И постарались воспроизвести его голос. Ну, максимально похоже с акцентом, там, вот это всё. И мало того, что он говорит, что сейчас вы пришли смотреть на мою замечательную выставку. Здесь мои картины. Такие крутые картины, которые я писал в 48-м году. Тебя не пугает эта хуйня? Выглядит местами крипово, но настолько реалистично. Не-не, просто сам, даже не сам факт того, что Дали ожил или представляет свою собственную выставку, а вот именно факт того, что это же, как бы, довольно легко сделать. Да. Ну, то есть, как бы, это, ты можешь любого человека абсолютно подделать, просто набрав определенное количество видео с ним. Мы уже об этом, да, мы уже об этом говорили, на самом деле, о том, что это открывает огромное количество для, там, с одной стороны, это открывает большое количество, там, возможностей, например, для ревенж-порно, когда ты можешь взять и, там, типа, какую-то тихоную девочку прилепить, там, на порно. Но, с другой стороны, это притупляет внимание людей к таким вещам, они просто будут думать, да, это точно фейк какой-то, его же так легко сделать. Это, типа, фейкс, это вообще не я. Это не человек, похожий на прокурора в бане. Я смотрю две вещи сразу, во-первых, конечно же, да, человек, похожий на прокурора и Пелевинского, вот эта история, что, типа, нам опять частоту занизили, давайте как-нибудь рукой величественное делай, потому что, на мой взгляд, не срабатывает, давай. Вот, и второй момент, вы смотрели такой фильм, как «Конгресс», там, Гайя Турбит Райт из этого, из «Карточного домика», смотрели фильм? Я смотрел, причем, он же давно довольно вышел. Он, да, он как-то 11, что ли, года или, там, 10, не помню. И там же история в том, что там такая, типа, увядающая актриса, которая уже, ну, значит, свою славу пережила, типа того, ее вызывают к режиссеру, и он говорит, вот у нас теперь новая технология, мы оцифровываем актрис, а ты полностью передаешь права на образ. И мы с тобой, типа, делаем, что хотим. Хотим, делаем, там, с твоим образом, естественно, делаем, там, какой-нибудь, там, фильмы, там, сериалы и прочее, прочее. Тебе ничего делать не надо, потому что ты будешь обеспечен на всю жизнь. Вот, тебе даже не надо сниматься, тебе надо вообще ничего делать, абсолютно. Вот, и она, там, скрипя сердце, соглашается на эту историю. Так вот, я могу сказать, что я не думал, что я доживу до момента, когда это будет происходить, ну, в реальном времени. То есть, что мешает взять, оцифровать, там, не знаю, там, ту же самую, как это, Эмилию Кларк из «Игры престолов», в которой Дэниэрис играет, и просто с ее, с ее образом лепить, там, фильмы и прочее, просто модельку ворачиваешь, как хочешь. Ну, в новом году в «Звездных войне». В этом же был прикол, мы как раз же это видели в «Звездных войне», когда мы же видели, как были ряд реконструированных персонажей, типа и «Принцессы Леи», типа «Принцессы Леи», там, и еще «Хана Соло», там, переделали. Да-да-да, и «Таркин», короче, их же сделали с помощью компьютерной графики. Но все говорят, что выглядит так круто, но не так круто, как могло бы быть. И люди сделали, фанаты сделали дипфейки, они есть на «Реддите», и они вышли лучше, чем вот эти, знаешь, куча людей старалась, сделала каждый полигон. CGI, там, просто каждая морщинка, просто тысяча человек работала над этой модельку, и она получилась хуже, чем просто дипфейк. В этом плане, кстати, единственный удачный пример из такого я могу вспомнить только в «Блэйдраннере», потому что, когда вышел Шоу Ньянг, я аж прямо охуел весь в кинотеатре, помнится. Ну, да, и при этом я уже видел тоже как раз-таки дипфейк с ее участием, который сделали, как раз-таки по кадрам через «Блэйдраннера» изначальный, и она тоже выглядит круче. Ну, так же, так же, но очень похоже. Ну, да, затраты, блин, затраты — это на одном компе, чувак, пошел и сделал. Да-да-да, 20 проходов просто, да. Ну, короче, так или иначе, пацаны, это классное применение. И вот я считаю, что, типа, если мы будем приходить, например, в какие-нибудь музеи, там, я не знаю, там, Цоя, и, например, там будет, там, виртуальный Цой, короче. Да, играть на гитаре и просить 100 рублей! Да-да-да-да-да. Да мне-то в котельную занять, да-да-да. Я вообще не понимаю, почему еще никто не сделал вирусное видео, где сидит около метро Арбат какой-нибудь чувак, который играет, такой, типа, поднимает голову, а этот Цой, понимаешь, и такой хуярит. Он жив, он жив! Он жив, и такой, знаешь, и начинается фильм, такой, типа, подождите, а вы, вы Виктор? Ну, да, чё такое, типа, а чё вы здесь делаете? Такой, да вот, пою, короче. Да вы же, да вы же умерли, там, типа, 20 лет назад. Такой, нет, да вы, вот он, я, короче. А чё вы такой молодой, он говорит, а чё не быть не молодой, мне там с ракет, короче, говорит, да подождите, вы же умерли 20 лет. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно пьяный, да-да-да, и писать, что ты берешь и делаешь такой, типа, фильм, классная завязка. Ну, мне кажется, ты какая-то одна из серий «Черного зеркала». Слушайте, поскольку мы начали про оживших мертвецов говорить, здесь отлично можно перескочить на впечатление, потому что мы тут с Димкой на неделе зарубились в World War Z. Да, и я могу сказать, что я поголден на ПК и на консоли, в том числе один с ботами и с людьми. Я могу сказать, я не понимаю, почему народ так сильно её хуесосит. Ну, то есть, как бы... У неё отличная продажа, как бы, не сильно хуесосит. Нет, её хуесосит в прессе, я вот к чему. То есть, я не понимаю, почему. Потому что, на мой взгляд, это идеальная замена Left 4 Dead. Да, да, это, по факту, полное повторение формулы. Причём, ну, основное отличие от Left 4 Dead, это то, что она идёт от третьего лица, а не от первого лица. А так всё то же самое абсолютно. Она, причём, сделана в разы попроще, чем в Left 4 Dead. То есть, там нет каких-то определённых заражённых, которые там тебе как-то... Ну, они есть, но их мало, их мало. Я к тому, что... Там нету, допустим, какой-то плевальщися, как в Left 4 Dead был, там ещё какой-то ерунды. Да, ведьмы нет. Да, ведьмы. Но вся вот эта история с World War Z, она дешёвенькая, но она прикольная. И она вот свои там 5-6 часов, или сколько вы там в неё будете играть, я очень сомневаюсь, что вы будете в неё играть больше, потому что она подразумевает в том, что вы будете её проходить несколько раз подряд. Ну, там прокачивать всякие перки и прочее. Я сомневаюсь, что вы будете это делать. Вот, но она забавная. То есть, ты отбиваешь орду в зомби, там, ты ставишь строчки какие-то укрепления, дальше продвигаешься потихонечку по сюжету. И так, из точки А в точку В, пока ты там не дойдёшь до самого конца. Она, на мой взгляд, идеально заменяет Left 4 Dead 3. То есть, мы можем сказать, что Left 4 Dead 3 явно никак не увидит свет, потому что Valve, наверное, вообще не собирается его делать. Все эти истории о том, что, типа, вот там очередная утечка по Left 4 Dead, я практически верен, что его не будет, потому что это Valve. Но если вам хочется примерно такого же геймплея, но только разница в том, что оно сделано другой студией, пожалуйста, World War Z, на мой взгляд, идеальная замена. Она простая, она не требует от тебя ничего, стреляй по зомби и, типа, выживай. Все. Что тебе еще надо, скотина? Такие истории. Но при этом там есть вот эта механика Орды, она похожа визуально на то, что есть в Days Gone, и она в игре, в общем-то, не сильно используется. То есть, я ожидал от того, что там сейчас будут какие-то заигрывания с Ордами. Они просто чисто технически прикольные. Потому что, с точки зрения геймплея, это все те же волны, вы держите точки, и у вас, в отличие от Left 4 Dead, есть какие-то методы обороны, которые вы на точках размещаете, и в эти точки прет Орда. Вот и вся разница, в общем-то, счет. А в остальном, это очень плохая игра, если вы соскучились по Left 4 Dead, то самое то. Ну, слушайте, мы хотели еще вам рассказать про одну игру, довольно интересную. Ее очень хорошо, правильно окрестили. Она называется Sea of Sears 2019. И некоторые издания... Некоторые издания, на самом деле, даже выпустили отдельный ревью. Ну, типа, они выпустили ревью на Sea of Sears 2019. Ты знаешь, что эта проблема, мне кажется, с играми, как это, играми-сервисами, да, которые спустя какое-то время становятся круче. Нет, это проблема, игр, которые выпускаются мягким запуском в Панамку, понимаешь? Как бы, вот этот ваш мягкий, вялый запуск, понимаешь, когда выходит потом, знаешь, расследование на фурчане и прочее, что оказывается, игру делали кранчами и опаздывали на два года с расписанием, типа, и все было херово. И вообще не было гейм-дизайнера, и не было нарративного дизайнера, и вообще никого не было. Вообще уборщица рисовала скины, короче, и прочее, в общем, и ты в итоге все это читаешь, потому что, реально, игра, слава тебе Господи, что она вообще вышла, как бы, да? И это не оправдание игры-сервиса, понимаешь? Ну. Что мы хотели сказать? Мы уже много рассказывали вам про Sea of Thieves, но Sea of Thieves получил довольно большое количество обновлений за последнее время, и в них, ну, в игру добавили большое количество контента. Контента, в основном, который сюжетный, там сделали девять больших и жирных квестов, каждый из которых... Десять их. Даже десять, короче. Каждый из которых проходится, ну, если вы очень быстро пробегаете, то за час, типа, если не очень быстро, то там, два-три часа, как бы, то есть, если вы параллельно еще что-то делаете. Если вы не читаете гайд, то долго, да. Да, ну, и, в общем-то, суть в том, что довольно большое количество контента, которое там осталось, и которое туда еще привнесли дополнительно, если раньше этот контент там был основной, ну, то есть, ты приходишь там, качаешь репутацию, ищешь сундуки, ищешь черепа, захватываешь форты и пиздишься с другими людьми, и, как бы, вот все, это все, что это гео, как бы, да? Теперь это является дополнительным контентом. Это то, на что вы можете отвлечься, играя в сюжетку Sea of Thieves, по сути. И, как бы, это, с одной стороны, хорошо, а, с другой стороны, плохо, потому что мы столкнулись с тем, что в игре довольно плохо сделана система прогрессии. И если вас вдруг выебал Кракен, или другие персонажи, или вообще другие люди вам просто помешали и потопили ваш корабль, или еще что-нибудь в этом роде, вы теряете весь свой прогресс, связанный с квестом, на полпути. И вам нужно, например, условно, там, полтора часа заново искать всякие, там, острова, заново по ним плавать, заново, там, выкапывать какие-нибудь сундуки и прочее, все это делать. Ну, те моменты, которые, я бы сказал так, они фрустрируют, но это не те моменты, ради которых вы играете в игру. То есть, на мой взгляд, впервые в Sea of Thieves появился хоть какой-то смысл играть, потому что, ну, скажем честно, драчить репутацию, как это было на старте в Sea of Thieves, не каждому дано, и не каждый пойдет на то, чтобы вот сидеть и там выдрачивать пиратскую эту легенду и прочую историю. А сейчас в Sea of Thieves можно абсолютно спокойно вернуться, начать делать эти квесты и получать удовольствие. То есть, часов на 10 или там на 20, в зависимости от того, как вы там наблатыкаетесь с управлением всей этой истории, как вы там сможете создать команду или не сможете, она принесет вам удовольствие. Но это все та же самая игра, которая была год назад. То есть, в ней есть некоторые моменты, которые изменились, например, момент с разрушением твоего корабля. То есть, раньше разрушений никаких не было. Там появились некоторые морские монстры, которых не было в начале. Но, по сути, вся суть игры, она осталась той же самой. То есть, она не прям кардинально переделана. То есть, это не тотальный, знаешь, редизайн, как это бывает, когда там типа игра провалилась и прочее. Но, в любом случае, если вот вы сейчас пойдете в Sea of Thieves и будете делать конкретно квесты, вы получите огромное количество удовольствия. Чего вы не могли получить на старте. Да, там еще есть одна вещь, которая беспокоит меня и некоторых других игроков тоже, что в игре откровенно началось, так скажем, началось разделение, некая сегрегация игроков, которые фокусируются на PvE и на PvP. И дело в том, что там есть отдельный теперь режим PvP, который называется Арена, где-то может пойти и попиздиться с другими игроками, получить там свою репу, отдельные награды красивые и прочее. И многие игроки идут туда, тренируются, пиздятся с другими игроками, учатся это делать, и потом они начинают не оставаться там, а применять свои знания, как вот они там научились как-то красиво топить других чуваков, они идут в PvE-шный режим. Да, причем разделения PvE-PVP нету как такового. То есть есть Арена, чисто PvP-шный контент, и есть обычный режим, где PvE плюс PvP. Есть PvE-PVP, да, короче. И вопрос вот в чем, что это очень многих смущает, что нету режима чисто PvE-шного. Нету даже возможности поиграть самостоятельно полностью, как бы, ну, то есть без врагов вообще на карте. Это очень многих смущает, потому что, особенно учитывая вот эту сейчас всю историю с прогрессией, когда вы, типа, можете быть на последнем этапе кэста, как были мы недавно, вот когда играли с Димой и с Юни-Котом, мы были на третьем, самом последнем этапе квеста, проиграв 4 часа в игру, и у нас какой-то маленький шлюп просто затопил, буквально неожиданно. Мы были к этому не готовы, и все, мы въебали 4-часовой прогресс. Да, то есть ты это не гарантируешь вообще никаким образом. В других играх, типа, там, не знаю, там Division, например, ты встречаешь игроков в Драгзоне, например, да, они там пиздут тебе лут, но у тебя не пропадает весь твой 4-часовой прогресс, ты просто потерял лут. А здесь это, ну, становится чуть ли не основной механикой, тем более то, что, ну, Sea of Thieves очень много потерял игроков. Реально много. То есть она не по самостоятельности тем количеством людей, которые играли в нее на старте. Несмотря на то, что многие вернулись после того, как апдейт выкатили, все равно народу в ней стало мало. И история в том, что остались именно те люди, которые уже придрочились играть, которые нравится как это сделать. И если такой, типа, и весь из себя новичок, ты впервые зашел в Sea of Thieves, будь готов к тому, что тебя разъебут. И ты потеряешь свой 4-часовой прогресс в плане, там, какого-нибудь квеста или прочего-прочего. И этот момент фрустрирует. И мне кажется, что создателям Sea of Thieves стоит пойти на поводу тех предложений, которые им пишут на Reddit, и просто разделить этот контент абсолютно. То есть я не знаю, как это сделано в других играх. Какой-нибудь условный Destiny, когда ты берешь и уходишь на миссию, тебя просто-напросто в твой собственный инстант. Понимаешь, ну ты пошел по квесту, по миссии, по обычной, да? Все, тебя в отдельный инстант забросает, и ты как бы там сидишь. Как только ты обандонишь этот квест или его сдаешь, тебя закидывает в общий инстант. И знаешь, как это сделано, например, в World of Warcraft? Хочешь пвп? Пожалуйста, включи у себя у персонажа значок пвп. То есть ты готов. И все на тебя вдруг-незапно нападут. Не хочешь, просто убери ты значок. От тебя никто не напасть не сможет. В Division хорошо разрешили, потому что когда-то в Division заходишь в публичную зону, там другие игроки, уходишь в город, там чистый пве. Если ты хочешь порубить других игроков, ты идешь в Dark Zone, который в Брэндвейн просто не стал никого. Да, да, ну вообще я просто говорю. Но все-все активности хорошо разделены. У меня другой к вам вопрос, потому что это меня еще на релизе в Sea of Thieves по факту бесило и от игры меня отвадило. Я вот сейчас очень комфортно играю во второй Division в чистом соло, мне очень нравится. И я сейчас до World Tier 3 дошел, мне прям настолько зашло. И я так понимаю, что в Sea of Thieves эту проблему не пофиксили, там все еще невозможно играть в чистом соло. Можно, но... Практически, но тяжело. Ты понимаешь, это хорошо, когда ты не новичок в Sea of Thieves. То есть ты примерно понимаешь, как работает корабль, как тебе там плавать и прочее. Ты можешь на двуместной шлюпке, точнее, одному спокойно управляться. Она довольно простая в этом плане. Но некоторые моменты тебе нужно делать с командой. Например, там расставлены такие статуи, которые под водой обычно заныканы. В этих статуях спрятаны рубины, которые ты можешь продавать за дорого. И там есть синие статуи, которые ты можешь теоретически разъебать в одиночку. Да я ее разъебываю в одиночку. Зеленую вдвоем. Да, есть зеленые, которые ты уже не сможешь разъебать в одиночку. Тебе нужно обязательно два игрока. Просто дамага у тебя не хватит. Или там, например, красные статуи, которые надо разъебывать втроем. Да, то есть как бы вот такая история. То есть игра изначально, на самом деле, она рассчитана на командное взаимодействие. Играть в нее в одиночку можно, но это сложнее, чем играть там, допустим, командой. И могу сказать, что мы после того, как поиграли в разным составом, то есть мы поиграли вдвоем, мы поиграли втроем, в четвером, она каждый раз разная. То есть она, допустим, Галеон, который состоит из четырех человек команды, он, конечно, очень классный и очень быстро двигается, но его тяжелее обронять там, или там у него больше дамага, который он может нанести другому судну, но он при этом неповоротливый, да, то есть вот такие какие-то истории. Там вдвоем, например, на шлюпке тебя разъебывают моментально, зато очень маневренное и так далее. То есть вся история в том, что это абсолютно разный геймплей, но в любом случае это геймплей командный, то есть игра рассчитана на командное взаимодействие. Играть в одиночку можно, но это неинтересно. На мой взгляд, эти игры раскрываются исключительно, когда ты в командные играешь. Ну понятно, понятно. Ну, короче, в общем, мы хотим свести все к тому, что если вдруг внезапно, как мы с Димой купили игру по великолепной скидке, точнее за фул прайс за 60 рублей, вот, я так не понимаю, почему Макс, кстати, не купил за фул прайс за 600 рублей. Но я не очень умный, мне и не хотелось. 800 рублей ты мог купить все эксклюзивы Microsoft'а. За 800 рублей? Я не хочу у них играть, понимаешь, вот и все. Вот. Почитайте гайд на ДТФ, он вышел недавно, там много хороших инсайтов о том, как какие-то мелочи делать, которые вы сами могли бы не догадаться. Попробуйте, поиграйте, короче, возможно, вам очень понравится. Да, и год спустя она играется замечательно, и, кстати говоря, мы можем подтвердить, что это действительно правда, замечательно работает история с кроссплеем на Xbox'е и ПК. То есть вот я играю на ПК, Тимур играет на Xbox'е, и у нас все просто отлично. То есть как бы, это одна из тех игр, которые вот реально, кроссплей, замечательно работает. Очень советую. Да. Вот, ну, что мы еще хотели вам писать, на самом деле? Слушай, мы хотели, на самом деле, Группу Рестолов обсудить, но... Мне кажется, что это не очень корректно будет по отношению к нашим зрителям, потому что не все могли посмотреть. Мы можем это сделать без спойнеров, но второй момент, то что я сразу хочу сказать про Группу Рестолов. Давайте мы это оставим на финал сезона. Я думаю, что да. Потому что сейчас вышла замечательная серия, мне, например, очень понравилась, многим мне понравилось. То есть у нас мнения разделились, в принципе, но обсуждать в середину сезона, точнее, даже финал почти к сезону, в следующей серии уже последняя, стоит, наверное, через недельку, так что через недельку ждите нашего... Ну, мне тоже, кстати, серия понравилась, многие тут хуесосили предпоследнюю серию и говорят, о, пиздец, пиздец, мне на самом деле понравилось. Короче, мне вот, я прямо такой, знаете, посмотрел, и я понимаю, почему просили ее посмотреть на большом экране, я, к сожалению, у меня не было возможности. Мне очень хотелось посмотреть, но поскольку, блядь, мне нужно идти на работу, я смотрел в автобусе по пути на работу и, в общем-то, когда был на обеде, вот, и это единственное, что я смог сделать, на телефончике, иначе жру бургер, короче, и зыр в телефончик, а там такой пиздец, я такой, блядь. Но давайте мы абстрагируемся от «Престолов». Ни одна «Игры престолов» живая сериальная история. Я тут посмотрел одну, правда, серию, но я уверен, что они все еще будут. Сериал «Чернобыль», тоже от HBO. Снимают его совместно с британским телеканалом Sky, он так и называется «Чернобыль». И история там довольно смешанная. Во-первых, это околодокументальный сериал про чернобыльскую катастрофу на АЭС 1984 года. Почему я говорю околодокументальный? Потому что некоторые моменты, которые сняты специально с художественными ограничениями, там добавили нового, скажем так, персонажа, которого не существовало в документальной хронике. Он просто придуман для того, чтобы более художественный момент какой-то пережить, там, знаешь, драму и прочее, прочее. Некоторые моменты, довольно спорные, потому что даже официальное заявление, официальная там статистика, официальные всякие там расследования, они не подтверждают того, о чем рассказывают в этом сериале. Но, тем не менее, я себя поймал, я себя поймал, знаешь, на какой мысли? Я смотрел этот сериал и думал, 86-й год, да, пардон, не 84-й, я смотрел этот сериал и думал о том, что опять америкосы, ну, в данном случае британцы, наснимали какую-то клюквенную хуйню. Вот я так думал. Оказалось не так. Так вот, слушай, я, короче, смотрю, смотрю начало, там опять злобное КГБ, бедный несчастный профессор, которого злобное КГБ штурмует, там, всячески его там пытается принудить к чему-то. Я думаю, а что это за профессор, да дай-ка я посмотрю, что за история. Почитал на Википедии его реальную биографию, а там-то все так и было. Я такой, ну, спасибо, HBO, то, что HBO сняло для нас. У нас, кстати, довольно мало говорят про эту историю, то есть, как бы, был украинский сериал, по-моему, назывался Светлячки или как-то так, тоже про катастрофу, был какой-то сериал по ТНТ, который так и назывался, по-моему, Чернобыль, он больше такой мистический художественный историй, то есть, он вообще не про это, Чернобыль 2. А вот именно, чтобы прям вот документальный разбор трагедии, которая произошла на атомной станции, его не было никогда, и очень много информации скрывается, очень много информации, которая до сих пор засекречена по этому поводу, и британцам и американцам, ну, хорошо то, что они действительно подняли там всякие архивы, подняли всякую историю, и ты вот читаешь, как все это происходило там условно на какой-нибудь Википедии или там каких-нибудь источниках, да, а потом смотришь сериали, ну да, они в некоторых моментах интерпретировали это не так, как ты думал, они могут интерпретировать, но все равно, ты все это смотришь и думаешь, ну, спасибо хотя бы за такую интерпретацию, потому что ты смотришь хотя бы первую серию, а я посмотрел только одну серию, я не знаю, что там будет в оставшихся пятерых, потому что там мини-сериал HBO, там по-моему шесть всего серий, во-первых, затягивают, во-вторых, история в том, что ты благодарен хотя бы за то, что хотя бы такое сняли, вот серьезно, ты смотришь на это, это реально трагедия, которая просто охуеваешь от того, что там происходит. Мне это все напоминает другую постановку, я сейчас тоже, потому что хотел посмотреть, не успел до записи, был такой замечательный западный фильм, «19 Водолмейкер», который снимал, кстати, Кэтрин Бигиоуф, за «Артлокера», и он, на удивление, хороший фильм про российских подводников, потому что он снят со стороны, без знака плюс, без знака минус, просто про людей вообще кино, да, там есть не клюква, там есть какие-то неточности, стопроцентно, но при этом это хороший фильм в первую очередь о людях, и вот этот взгляд со стороны, который дает западное искусство, он бывает очень интересен, так что, почему бы и нет. Ну, короче, сериал «Чернобыль», я вам советую, там всего, по-моему, шесть серий, я говорю, я посмотрел одну, я с удовольствием посмотрю остаток, он сейчас есть на медиатеке, его можно замечательно подписаться и смотреть, он сейчас, по-моему, в англоинге идет, если я ничего не путаю, да, такая история. Да, у меня, на самом деле, впечатление достаточно коротенькое, я совсем немножко расскажу, я тут, как по мне видно, поменял основные свои наушники, я сейчас HD 650 для работы использую, купил, это наследники тех наушников, что Надимки, Надимки сейчас в Сибири, ArcSys 7, это, в общем-то, мой наследник, это мои первые, в общем-то, топовые беспроводные уши для ПК, и меня очень просили именно ДТКД и на стримах про них немножко в подкасте рассказать, собственно, что я рассказываю, первое, Soft SteelS и лес говно, то есть, поскольку про наушники вы и так можете везде прочитать, они действительно классные, удобные, прекрасно сидят, восхитительно звучат, Soft говно, и, если вы, например, столкнулись с проблемой, что у вас начинается треск в ушах, это оказывается частая херня, она была у меня, она была на рейдсе у кучи людей, решается это так, вы либо втыкаете ресивер в задний порт USB компьютера, либо не втыкаете его в удлинитель ни в коем случае, это создает помехи, хуй знает почему. А второй момент, который я вам хотел сказать, меня неожиданно порадовала виртуализация, то есть, тут есть виртуализация. А она там своя, собственно, только софтфорная? Своя собственная, да, софтфорная. Но я имею в виду, что она не хардверная. Нет-нет, там нет этого Mixam, который есть на Astra, он есть в очень топовой версии за 30 штук, а у меня все-таки такие лоховские за 12. И вот DTS Headphone X V2 работает прекрасно, но вам ни в коем случае нельзя делать две вещи в этих штуках. Вам не надо вообще выставлять настройку стереосхемы, потому что от нее начинает все просто по пизде трещать. И вам ни в коем случае не надо усилять бас или усилять диалог. Это там, типа, крутилки с каким-то чувством. Вообще это, блядь, не трогайте, потому что это портит звук. А в остальном, все, что пишут, это правда. Наушники очень удобны, у них очень интересная конструкция, то есть вот это вот оголовье, которое обычно у наушников сделано, оно повторяет, в общем-то, то, что у Димина и Сибири. То есть, это такая резиночка эластичная. Вот такая вот резиночка, да, видите. Она держится на голове. Но в отличие от Димы, у него таких две алюминиевые. Да, две таких. Здесь сплошная алюминиевая плита для крепкости, чтобы наушники не ломали. Но у тебя голова не болит от них? Нет. Самое удивительное, наушники очень тяжелые, потому что они беспроводные, и они заработают 24 часа от одной зарядки. Это, кстати, не вранье. И они, на удивление, очень легко и комфортно сидят, особенно, когда ты вот резиночку на голове подстраиваешь. А второй момент это то, что микрофон все такое же говно, здесь стилсириес верны себе, и поэтому это лучше, чем то, что есть, например, на голдах соневских. Но если вы ищете гарнитуру именно за микрофон, лучше эти стилсириес не берите, потому что здесь он максимально сменит. Ты тебя спрашиваешь, что за уши у Тимура? Что за тебя за уши? Я уже 5 миллионов раз говорил, зачем? Добавь фак! Добавить надо фак, реально. Слушайте, на самом деле все очень просто. У меня наушники Sony MDR-XB950, и я 5 миллионов раз говорил о том, что здесь у них сверху есть дырки для баса, их надо заклеивать скотчем, тогда у вас будет адекватный звук, потому что если их не заклеивать скотчем, у вас такой бас, что у вас мозги начнут вытекать просто от них. Не рекомендую. Слышите, ну и, короче, я хотел закончить, я периодически вам советую различные аниме, что пацаны аниме, вот, и, можно, глубоко вздохнуть, вот я примерно так делал, когда вы про World 2Z говорили, как бы, я такой просто, блядь, какая ебучая санина, просто, как бы, ты не играл, ты не смотри, я смотрел, кстати, но Тимур прерывать не будет, давайте мы. Я хотел просто рассказать вам про довольно не новое аниме, которое вышло, по-моему, в 2010-ом, что ли, году, я хотел бы давно посмотреть, но мне висело в уж листе, и я посмотрел первый сезон, буквально, но он мне очень понравился, и это, наверное, одно из немногих аниме за последнее время, которое, так скажем, первое, оно не очень хорошо нарисовано, то есть там местами... Да, оно выглядит, как будто, знаешь, его рисовали дети. Местами прям хуевато, я бы даже сказал, но там очень харизматичные персонажи, и очень атмосферное, называется оно Wolf and Spice, это волчица и пряности. Причем у него очень хороший дубляж от Реони Меди, вот, там очень классные голоса, причем не просто классные голоса, они даже перепели песни в опенинге и в клоузинге. Плохо. В эндинге, да, и, короче, мне прям очень понравился сам по себе мультфильм, чем? Что, даже независимо от того, что там, типа, херово нарисовано, ты прям сидишь и такой превозмогаешь себя, такой, блядь, прям хуево нарисован. Но такие классные персонажи так атмосферны, и они поднимают там настолько интересную тематику, которая вообще, по идее, опосредованно связана с ними, идея в том, что там такой полуфэнтезийный немножко мир, но на самом деле, он очень реалистичный, как бы такой средневековый мир, в котором, ну, есть чуть-чуть, чуть-чуть, прям вот фэнтези, прям вот чуть-чуть, на полшишечки. Знаете, как Game of Thrones, короче, да, где, типа, все средневековое, ну, еще вот есть дракон, люто-волк, ну, и вот белые ходоки, типа, и все, короче, ну, там, великана еще есть, но мы к вам покажем, типа, чуть-чуть совсем, здесь то же самое примерно, и вопрос в том, что весь сериал крутится, по большей части, вокруг, ну, там, естественно, отношений, там, героев, героев к государственному, героям, там, с различными, там, людьми, но самый прикол в том, что там главный герой, он торговец, и они очень много рассуждают, там, персонажи по поводу экономики, по поводу того, какие стратегические ходы делает кто, когда, как, чтобы там, например, ну, там, подкосить какую-то там компанию, как выбить преференции, там, для компании у короля, там, типа, и прочие вот эти вещи, и плетут интриги вокруг этого, как бы, и вот это, вот это очень интересно, ты понимаешь, что, действительно, люди, когда сидели и рисовали аниме, как бы, они заморачивались на тему, которую ты вообще, ну, редко увидишь в аниме, понимаешь, и вот она очень подкупает, и довольно интересно все это смотрится, поэтому, если вы сможете пересилить себя, что вам не понравится рисовка, а она может вам совершенно нормально не понравиться, просто вот пересильте себя, посмотрите, потому что там, ну, оно очень душевное, так скажем. Это сериал, да? Там сколько сериал еще? Там два сезона, по 13 серий, соответственно, я посмотрел только первый сезон, 13 серий, больше пока у меня не было времени, к сожалению, но я собираюсь посмотреть еще и второй. В 2008 год, пишу, да, это было очень долго. Но при этом, при этом, что интересно, на самом-то деле, я могу сказать, что, конечно, когда ты смотришь на современные все эти сериалы, а у меня еще в последнее время куча, там было онгоинга всяких, и даже тот же самый сериал, который не так там давно, там, например, про гримгал, там, например, советовал, да, ну, там уровень рисовки, то есть, такое чувство, будто, знаешь, этот рисовал там пять детей, а тот рисовал сто профессиональных художников, там, например, при том, что я уверен, что у них там сопоставимые какие-то бюджеты, в целом, да, но ты видишь, что там у этого там сериала, ну, там были аутсорсеры, там корейцы какие-то, да, например, когда ты смотришь на титры какого-нибудь Атаки Титанов, например, третьего сезона, ты понимаешь, что там рисовал там десять студий, блядь, понимаешь, как бы, ты понимаешь, что да, действительно, конечно, там вот чуваки биздец заморочились. Или ты смотришь на ремейк Евангелиона, который вот должен выйти в 2021-м, ах, да, его перенесли, и ты понимаешь, что 500 студий его до сих пор рисуют, и потом все никак не выйдет, да, ну, ну, в общем, короче, я советую, если что, если захотите, потом расскажу еще пару, пару интересных аниме, которые я посмотрел за последнее время, вот, ну, удовольствие надо растягивать. Хорошо. Слушайте, ну, мы уже растянули наш замечательный подкаст, мы хотели начать наш блог про статьи, знаете, как говорится, на английском языке есть отличное выражение, shameless plug, просто, бессовестно вклинюсь-ка, вот тут вот я, вот, короче, мы бессовестно вклиниваемся с нашей статьей, которую мы написали сами, ее написал Дима и Макс, Макс, в общем-то, ну, основной костяк, Дима чуть поправил, я подредактировал, я подредактировал, в общем, мы все вместе этим делом занимались, короче, это статья про то, как сделать так, чтобы ваша PlayStation 4 Pro, потому что у нас у всех прошки, и искать сейчас PlayStation 4 обычную, или там Slim, ну, нам было бы тяжело, поэтому мы написали про прошку. Да, если хотите узнать, что-то там про остальные консоли, просто идите на YouTube, там, ищите, смотрите, что как. Ребята сделали очень хороший гайд, на самом деле, в нем очень прям пошагово, прям для паровозов расписано, как консоль разобрать, что в момент, когда вы начнете это делать, лишит вас гарантии, поэтому, если у вас консоль старше, чем год, вам это ничем не грозит, если у вас консоль, которую вы купили буквально недавно, то можно об этом еще подумать, и, возможно, не стоит. Сразу предупреждаем, что если у вас ручки растут из попки, пожалуйста, не читайте этот гайд, просто не надо, серьезно, лучше отнесите тем людям, у которых ручки из попки не растут. Да, такие люди, такие люди есть, да. Этот гайд не претендует на универсальность, но, скорее всего, он довольно подробно об этом вам расскажет, потому что в процессе его написания и Максимка, и я разобрали свои собственные консольки, поменяли там термопасту, наклеили термопады, мы можем точно и 100% вам сказать о том, что это действительно помогает шумом. Если Placet 4 Pro орет у вас просто как безумно, значит, вам нужно поменять в ней термопасту, почистить обязательно радиатор от пыли, потому что пыли там будет просто досраки, почистить вентилятор от пыли, потому что пыли там будет немного, но все равно стоит это сделать, может быть, переклеить термопады. Это не обязательно, но желательно, скажем так. Вот, Дим, я привезу к тебе свою консоль. Да, мне уже тут, знаешь, в очередь записывайся, да, 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 у меня тут уже три человека перед тобой. С меня пиво. Могу сказать, что это реально помогает. Консоль не делается, как вам, знаете, вот открывайте на YouTube. Магическим образом, да. На YouTube пишите гайд, типа, как поменять рампасту в Placet 4, и там сразу пишет чувак, привет, YouTube, добро пожаловать на мой канал, да, подписывайся, ставь лайк, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Вот, короче, после этого ты смотришь этот гайд, и чувак в нем делает адскую хуйню, в конце которой он говорит, что консоль стала просто бесшумной, а она просто не крутит вентилятором. Ты такой, ты такой, блядь, чувак, ну, такого не будет. Она станет тише, она все равно будет крутить вентилятор, то есть она, она по сравнению с Xbox, как бы вам там не говорили о том, что мы с унибойский подкаст, я могу сказать точно, что Xbox One X в разы тише, чем PlayStation 4 Pro, даже после замены Dermopast. Но, тем не менее, она реально сделает намного вашу консоль тише, чем она сейчас у вас есть. Особенно, если у вас консоль, как у меня, например, куплена в 2016 году, в первой ревизии, то есть она там орет просто пиздец. Короче, сразу говорим, это лишает вас гарантии, мы ни за что не отвечаем, делайте на свой страх и риск, но гайд вам поможет. Я хотел два момента про гайд сказать. Первый, все фотографии в гайде я делал таким образом, чтобы вы могли сверяться при сборке и разборке. Это очень важно, потому что там сфотографировано, как должны стоять все шлейфы, как должны стоять все болты, чтобы у вас не оказалось лишних винтиков, как у Димки. А второй момент, я хотел огромное спасибо передать за этот гайд нашему постоянному слушателю Азамату, который дал свою консольную препарацию. А, то есть это вторая прожка, которую ты разобрал? Да, это не моя прожка, это прожка нашего слушателя, и я хотел сказать ему огромное спасибо. Если вы живете в Казани, не надо просить Максима вам этот процесс повторить, пожалуйста. Не делайте это. Слушайте, вторая статья, которую мы бы вам рекомендовали, это статья на сайте dtf.ru «Как сложилась жизнь у актеров Тайн Смолвеля». Кто-нибудь из вас смотрел Тайны Смолвеля? Я смотрел. Тогда тебе и рассказывай про эту статью. Я хотел рассказать на самом деле, потому что это классная история, она связана с тем, что, как вы помните, там была куча молодых актеров. И они довольно классно описывались. Например, Кристин Кройк мне вообще безумно нравилась. Просто это мой типаж девушек, которой я прям очень люблю. Таких девочек. Это вот, которая на фотке сейчас или нет? Которая такая темненькая девочка. А, темненькая здесь блондинка. Ладно. Да. Короче, да с блондинкой связана намного более крутая история. А, ты про эту? Короче, Элисон Мак, блондинка, которая играла такой там Цундера, вот, связана история с тем, что она попала в, так скажем, культ повышения своих там личностных характеристик, вот, таких тренинг, вот это коучинг, вот это все, короче, где они там, типа, совместно совершали там всякие там коучинги. Ты же помнишь эту картинку, где написано Вася Пидор, кто-то поменял на Вася Лидер, и написано персональный коучинг. Да, 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 да. И, в общем, эта женщина там, там очень крутая история, почитайте обязательно про нее, но суть в том, что она попала вот в этот вот коучинг-клуб, в котором занималась, по сути, ну, за счет нее, за счет того, что, типа, о, у нас есть коуч-клубе звезда, и она там приходила, инициировала, типа, новых членов, вот это все, а оказалось, что это был, в общем-то, секс-раб-клуб, где, в общем-то, набирались сексуальных рабынь. Ну, знаешь, мы тоже знаем, что есть один там небольшой культ, который, кстати, запрещен на территории Российской Федерации, в котором в Америке спокойно участвует Том Круз. Он, в общем-то, одетый! Как бы, не скрывает абсолютно, что он находится внутри секты, а она не считается, потому что секты в Америке, так что... Ну, да, я даже, я знаю, что даже есть там ряд людей довольно известных, в том числе и в США среди политиков, которые совершенно открыто тоже поддерживают, и, конечно, из этого грустно. Блин, вспомнил историю про вентиляторный завод. Короче, пацаны, в общем, почитайте статью, она довольно прикольная, вы узнаете, откуда все эти герои появились, куда они делись. Особенно, конечно, классная история, в общем-то, главного героя. Вот я такой, бля, что? Который играл именно Кларка Кентом, Супермена. Да, да, да. Короче. В общем, почитайте, посмотрите. Кто-нибудь из вас... Да. Да, окей, давай. А вторая статья, точнее, третья статья, которую мы вам советуем на ДТФе, это статья про то, как играл Супермена Джош Ривз. Это был один из первых Суперменов на американском телевидении. По-моему, это в 50-каком-то году произошло. Так вот, история в том, что... Как сложилась его судьба? Дело в том, что тогда не были особо популярны вообще истории про супергероев. И для него это было скорее окончанием карьеры, потому что в кино его не брали, и он решил попытать счастье на телевидении. А на телевидении актеры в те времена уходили умирать. И внезапно история про Супермена взлетела, он стал дико популярен в Америке, но спустя какое-то время, когда уже должен был там готовиться то ли второй, то ли там третий, то ли пятый, какой пойми, какой сезон этого шоу, его находят мертвым дома с прострельной башкой. Вроде как самоубийство, но есть несколько нестыковок. Так вот, история абсолютно детективная, можете почитать, на ДТФе огромный разбор полетов, всей этой истории, да, и там фигурируют и гангстеры, и роковые девицы, и вообще, мне хотелось бы, чтобы по этой истории сняли кино, вот серьезно, настолько это интересно, 50-е скорее, как Бёрдман, только типа Супермен. Да, да, ну это же классическая история, что играл Супермен, а в итоге алкаш, да. Звучит классно. Это все мы, пацаны, если что. Да, 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 боюсь, что... И последняя статья, которую мы хотели бы вам посоветовать, на самом деле, она гигантская, абсолютно, и очень информативная, называется Первый Утр разрешил, так начиналась киновселенная в Марвел, и там просто огромный разбор того, как Марвел, в общем-то, поднимал свой кинобизнес, как, в общем-то, находили франшизы, покупали франшизы, как перестановки в менеджменте Марвел происходили, и статья интересна тем, что я написал ее не редакцию, я написал пользователь, и это очень толковая пользовательская статья, поэтому, если вам всегда было интересно разобраться, почему Спайдермен принадлежит Соне, Люди Икс попали в руки Марвел только после того, как Фокс был куплен Диснеем, и так далее, и так далее, это очень хороший материал, чтобы, в общем-то, это узнать. Да. Слушайте, ну, пацаны, в общем-то, мы потихонечку уже двигаемся в конец, вот, и у нас конец не вялый, ну, вот, и поэтому мы хотели... Запуск, да. Да, у нас запуск нормально произошел, короче, в общем, мы хотели опять же вас поблагодарить за то, что, в общем-то, вы поддерживаете наш проект, что даже сратым понедельником, в котором, в общем-то, хочется сесть и умереть, короче, ты вперёшь и записываешь завтра каст, короче. В общем, мы хотели поблагодарить людей, благодаря которым, в общем-то, мы это делаем, потому что это продолжает нас мотивировать и, в первую очередь, конечно, тех людей, которые на Патреоне нам значат больше всех денег. Напоминаю вам, кстати, что мы теперь эти имена ещё и публикуем в самих шоу-ноутах подкастов, вот, так что вам дополнительный стимул, особенно если вы объютите систему и рекламируете ваш сервис через наш Патреон, вот, это 5D Trade, Alex Woodblog, Александр Павлов, Алексей Кольцов, Антон Жмуров, Артём Логинов, BackToSchool, YouTube-канал по фотографиям, DH Jacket, FX4Trader.ru, Григорий Яффа, Иван Ткачёв, Джаггер Меш, Алекс Колов, Мистер Бёрни, Орех, Павел Петлич, реплей GameCafe в Санкт-Петербурге, Роман Космодемьянский, Сергей Селезнёв, Слава Украине, Валентин Грунский, Валерия Неборская, Варвара Яффа, Виктор Тен, Виталий Данилин, Владимир Ходоков, Владислав Сульянов, Вова Стелемощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Жених Тонев, Эльшат Хайрулин, Михаил Аронов, Сергей Зарклименко, Старикаст Охуенин. Я, кстати, отдельно хотел еще упомянуть Павла Петлича, который мы только что сказали, потому что он нам ДКДН занес, по-моему, 300 долларов, что ли. Вот так несложно у нас купить, парни, так что пользуйтесь. Да, на самом деле Павлу спасибо большое. Все средства пойдут на помощь голодающим завтракастам. Да. Так что, в общем-то, ребят, спасибо большое, что поддерживаете. Смотрите нас, подписывайтесь на наши каналы, на Твиче, на Ютубе. Если вы, например, нас не смотрите на Ютубе, то лучше не смотрите, потому что вы будете одним из тех людей, которые будут приходить в комментарии и говорить, лучше бы я на вас не смотрел. У вас голоса классные, а рожа ты господи. Выглядеться твой, господи ты боже мой. К сожалению, мы не Аполлоны, мы не модельной внешности, мы не выглядим, как Сергей Зверев, мы не выглядим, как Фью Джекман. Не дай бог, господи. Мы не выглядим, как Фью Джекман, как бы, не выглядим, как, знаете, вот эти все там классные, такие, знаете, бородатые, эти, как, как Ламберджеки, знаете, такие прям мужики, короче, брутальные. Мы выглядим, как три толбоеба. Сим выглядит как дива. Правильно у вас просто, понимаешь, что ты тут. Да ладно, я вспомню про этого чувака, короче, как его там, блин, бля, ладно, хорошо, потом вспомню, расскажу. Хорошо. Да давайте, история для ДТК, да. Да-да-да-да-да. Все, спасибо вам большое, что смотрели. Да, давайте, на следующей неделе. Всем пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Счастливо.